дорогие друзья ну что мы потихонечку будем начинать о вообще балдеж мы будем говорить чуть-чуть больше 125 еще вот так вот прям в овощи прям у тебя модерация там модератор присутствует конечно все хорошо так и так выводится ну да наверно письки сосиски нормально так нужна дорогие друзья вроде бы мы собрались скажите если что там по звуку чё как куда потому что чё как там по звуку то инженер андрей может обосраться где-то классика инженер куэль уже тут все починил да ну что ж немножко слов о форматике ребят второй раз значит у меня здесь студии спасибо что приехали первую очередь просто найти я бы даже не назвал тапок кастом просто нет такого слова еще мне кажется нет такого пока нет но я назвал это под по кастом в как бы замашкой на подкаст но все-таки от меня кажется немножко не то здесь я потому что хочу достигнуть просто значит такого как бы сказать неформального общения где мы просто будем развивать какие-то может быть темы в которые нам захочется углубиться или не углубиться без какой-то конкретики то есть это основная цель как это назвать я не знаю поэтому у нас бог каст номер два по счету спасибо что ребят что приехали есть предложение так давай не культурные это я люблю пиздёж каст хорошо мне нравится мне нравится по просмотра это звучит прикольнее да да но это может пипега каст ну пипега долго очень мне кажется чем быстрее тем уж можно просто полга или просто пох типа 20 2020 год ну да я думаю как не называй горсть с другой стороны как корабль назовешь так он поплывет слушай я как твой менеджер скажу что она очень хорошо платит за этот показ не выпендривайся это мой любимый стрим стрим настройки стрима классической работаешь один дает тени в героев играть на легко на самом деле вот сейчас я кармику должен дать отыграться так хочу кстати по героям с кармиком мы играли кармик владеет от яблера тоже владеть но вот я же говорю последнее время стима не играли а так близне он выиграл за меня мы были в полный дребодан так что это не считается это был последний раз когда я что-то пил мы четыре бутылки вина на двоих ужалили потом я ему плюнул прямо в руку на стриме но я не обиделся потому что я попросил сам это сделать зачем не вытер об меня потом с того время я не пил больше так ну все вроде все готово ребят извините что так долго но это в общем даже не так плохо было как прошло не нормально мы же никуда не спешим правильно да вы здесь вообще безграничное количество времени отлично вот я как обычно как ответственный ведущий даже подготовился немного вот несколько вопросов в этот раз хотя бы получилось несколько вопросов из чата от зрителей получить вот к сожалению не так много как хотелось бы но я думаю в будущем и если что чай если есть какие-то интересные вопросы рекомендую очень писать потому что многие из них я надеюсь будут доставлены непосредственно до наших гостей опять же да не совсем конечно дерьмовые вопросы что-то интересное вот у меня был один интересный вопрос когда я смотрел вообще в принципе немножко так сказать информацию общедоступной википедии так далее там подобное я увидел значит одно творчество обера на ютубе я даблер второй канал да да дожди а мы же там даже вроде жралика что-то вдвоем один из первых вопросов у людей был типа спроси обера когда следующий выпуске даже серьезно прикольно я не могу ответить на это вопрос к сожалению потому что я сейчас один как бы доставка на 1 в большом объеме очень плохо понял заходит мне нужен компаньон какой-то ты же как раз сейчас на наоборот набирать хочешь поэтому нормально ну блин я там заказывал 1000 на 4 на 5 представляет все в одно лицо съесть блин вообще это сложно даже два лица дома трудновато будет кстати справлюсь я смотрел там видео какое-то и соответственно у тебя скажем так другой человек там был получается немного он был значительно массивнее как я примерно когда сколько там сколько там килограмм скинул то написал 105 105 килограмм в общей сложности скинул 105 килограмм это бывшая жена 60 килограмм 105 это типа за всю жизнь или с учетом жены с учетом жена армика не бывшая не надо я текущий я так понял что насколько вообще давно вы знакомы потому что такой информации не найти в интернете к сожалению с 2003 2003 это еще когда кармик про спидрана не знал это когда он warcraft наверное вот это вот когда люди про стрима еще не знали потому что не существовало это правда не ну как это 2003 мне кажется уже были начинались нет максимум что потом появилось это офигенные видосики майкера по варкрафту нет я льду еще видосик когда были аудиозаписи которую мы накладе а записи попозже появились до позже я понял то есть понятно и с вы соответственно на почве варкрафта или как-то вас может и другие увлечения были общие ни парня мы рядом жили в зеленограде и учились в одном институте ездили иногда на ту реки но мы не прям чтобы общались общались на туриках только общались ну там как бы было такое трио было я лёха и дэдман а пм-70 который вот блин кстати а вот историю насчет дэдмана чё за история вообще с ним было то что он куда-то в психушку попал или что-то такое а ну правда вообще не правда что случилось да но не знаю про психушку на то что он погиб как бы это он погиб он погиб да он в психушку они вообще в принципе были такие сложности небольшого тяжелый человек был понял но это тот человек который вот представь ты стримишь на твиче и тебя сразу в первый же день пермачем банят это вот он я понял у меня такое ну странный был человек иногда прикольно иногда неприкольно но да он погиб блин ну что же играл он конечно хорошо одно то время мне кажется это же прям вообще у нас наш был тир тир один но он ни одного турнира оффлайна 3 что года не прыгать не проиграл в россии подряд что ж да новость на самом деле на конечно такая неожиданная вроде думал что у него все хорошо ну что шеф получается да и вообще как кстати говоря ты же кермет тоже получается был профессиональным игроком варкрафт абвер то понятно рок скис все дела это начало а на вернусь тяжело было профессиональным был врок скис я не был варкрафтером кстати на тоже старкрафтер все понял то есть какие-то лан турниры пересекались играть да конечно много много турнир за сам себя движуха то было как раз на турнирах да я не особо то и выиграл так просто гоняли папа качу вон галлы века веб до flashback flashback в основном вот него рост мы даже гоняли в этот как и все время забываю город какой-то там город ездили но я туда не ездил но ты туда не ездил ездил майкер и нейтрон то да это было все давно и чё чё вы расширить нахер вот эти вот зомбаков там вот эти скелета в очко в очко все это согласен хорошо а потом появились после этого спидраны это ну нет спидраны вообще так-то появились еще в флаке в 99 году под стол пешком ходили так-то да вот просто них никто не знал именно с появлением этих ваших интернетов секундочку я возьму крупным планом вас с этих ваших интернетов появилась собственно вот вся эта движуха и начали делиться информацией по поводу прохождения всяких игр всяких ништяков и за как раз таки сквать и все и началось вы выкладывали демки где проходит на скорость уровне вот с этого движуха всем делал тогда уже ну блин там дифраг меня цеплял дифраг вот это прикольно и как-то просто скажу почему спидраны многих этих тревожит этот вопрос но начинал я вообще стримерскую свою карьеру с хардстоуна мы как раз я пуки слав и штан удачи катали ладр жестко так плотно катали потом я сгорел в очко удалил это говнище и больше не заходил никогда и подумал такой посижу думаю блин хочется что движухи какой-то интересный что можно было и запотеть как бы и что-то и не ими прямо и не потеть и что-то чуть новенькой изучать постоянно потому что сидеть вот эти вот картонки перекидывать и орать и каратэ со стулом устраивать как-то не круто ну да вот и я такой посидел подумал то что о ну понятно и dark souls кажется 3 да прям моя первая игра прям именно который я запотел в dark souls 3 нифига ты красавчик смотрел я смотрел я интервью даже твои смотрел всякие очень много кстати каких-то более-менее в некий без спортивных ресурсов почему-то интересовались очень тобой спидраны потому что всякие там киты яндекс и еще какие-то новостные порталы были где и общие вопросы спрашивали по что такое спидраны расскажите пожалуйста что же это вот такое то на скорость проходят люди ну короче такая общая супер информация то есть получается человечество интересуется спидранами какой-то рост есть или нет да есть конечно не самый прикол короче вот как вообще родилась рубрика разбора спидранов так я когда играл очень долгое время полгода по моему я потратил просто нон-стопом на dark souls я такое через полгода после того как потел спрашиваю чуваки а чё вообще движуха то вам нравится ваш еще не понимаете что происходит ноль просто ноль понимания полгода люди смотрели в общем да чуть прикольно там орет чё-то в dark souls играет босс убивает а как чё делается вообще непонятно 0 на шагов сверчки лояльность аудитории который просто смотрите даже смотрел например лоббера сколько сейчас вот на твиче там где-то было средний онлайн 600 или сколько-то меньше меньше меня от 300 он смотря что как бы если хардстоун стриме что монолога если варкрафт поменьше все подряд то заходи я просто зашел как-то там был варкрафт twitch показывал что это за фор да да хорошо и там было 220 количество зрителей слушай на повторах счетчик себя ведет совершенно неадекватно там есть конечно люди которые смотрят на сомневаюсь что 200 человек вот я кстати не знаю тоже это мне очень интересно потому что опять же если средний онлайн тебя на как ты говоришь он 300 например да но на варкрафте он больше но больше его знает на вот но все равно даже половина если там иногда одна онлайне онлайн меньше чем на повторе вот вот это как это вообще добиться того потому что нет типа то он может это рио которая знаешь его аудитория это лёха на мой взгляд такой человек который уже давно наверно забил на стримы как таковые прям именно с хардкорные он же раньше считай варкрафтом начинал и стримил варкрафт постоянно потом перешел на хардстоун там в хорсоне у него вообще дела были кстати клево там сколько типа симка по восемь даже до бывало бывало рекорд да там я не помню надо отсутствие неважно строй да он еще конечно а потом он ну просто знаешь вот сейчас у нее движуха жизненная скажем так скинул 105 килограмм до решил заняться собой у нас обе рефорст как вот выходит сейчас готовится к появлению когда вот 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 уже появляется немножечко но скоро появится скоро ждем выстрела нового дня я видел кстати реально респекту что вот это вот и даббер когда там сидел аббер это реально и даббер сидит так на самом очень потрясающий отличная работа и что спасибо я старался это проще чем киберспорт на самом деле обычный спорт гораздо проще киберспорт ну почему потому что это те не надо соревноваться ни с кем ну как для этого подожди но ты же все равно приходишь допустим даже если ну вот часто и ходишь на этот ммай городами керамика но вот и ты же там в любом случае какую-то цель себе ставишь типа ты же не просто так тренируешься условно но какие-то промежуточные такие небольшие ну ты лишь киси все равно такая ручься с людьми вы вы там не кровные враги в варкрафте игру нашелся у тебя кровный враг появился вы с ним грызетесь зубами за последнего юнита и так каждый раз а там просто ну типа тренируешься просто цель зубы не растерять как просто главное зубы беречь если он я один потерял просто чисто на тренировку пришел такую думаешь как бы мне бы тут зубы то не оставить ну да нет интересно экстримчик получается но но не совсем на самом деле довольно безопарно грамотно делать просто начинается вот как во всех этих спарринг в историях кто-то кому-то тащил так случайно взвозь прям хочется прямо ставьте тоже так что это пресекается там хотя и вообще на первый вопрос как часто спарринги проходят но по субботам обычно у нас иногда еще дополнительно бывает но просто те кто вот такие их обычно второй раз уже не зовут и все это пресекается максимально просто а если вот первый раз он уже здесь и он типа против тебя стоит условно дольше тренируется дольше знает тему ну там на самом деле прямо от подготовки не все зависит от духовитости тоже то есть сможет и выдержать там выстоять и так далее поэтому можно ему всечь пару раз тоже ну плюс на там же не полный контакт все равно не понял никто не будет прям на нокаут работать ничего на первую турнировую катку пойдем лёхину конечно будут будут блин это кстати это интересно короче слайдер отменили просто ранки до отменили из-за коронавируса я понял пойдет там самый прикол в том что что там после первого раунда так к маме хочется выходишь на ринг такой просите а такой же подготовленный выходит как и ты принципе там специально подбирают бойцов чтобы вот ну прям по силушке по богатырски если я такой выбрать меня тоже чел который чисто два раза прыгнула и уже это не но ты не выйдешь пошли тогда никто не возьмет подготовлен если ты будешь готовиться год тогда тебя не изменится мне кажется ну так то в принципе да мне на самом деле там есть проблема что по новичкам как раз но это новички у них отдельная категория когда первые разы но не факт что это тот кто первый раз выступает на тренироваться он может уже хоть 30 лет вы будете чуть ли не мастером спорта по всем видам спорта но он сколько это его первый бой он в новичках и как бы стоит с тобой я снимает все равно что варкрафт сейчас играть начнете вот он и да чисто это самая калибровочка пошла короче сеткой может не прокнуть грубо говоря там мин минус зуб уже где-то недалеко ясно я думаю он тебя аккуратненько там он тебя аккуратно по бачкам по ногам я думаю по ногам на самом деле мне кажется от сушить просто ногам это жесток ну да колени же они очень вы не поляшечку 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 да от сушить и просто и ты похромаешь дома вы это самая кермет разбирайтесь вопросе ну немножечко так сам не хотел тоже точу пойти слег так они прям слегка не я щас не я щас челобоси ваши максимально мне не до этого у меня сейчас как бы это не буду говорить не есть травма травма есть так это нельзя говорить потому что сразу и в ее и начнут использовать агресса надо оставлять все греет на нее конечно мы слабые места тут на показ не выставляем вода полет не привыкли неприлично понятный этот приличного на воду небольшая так чат если чё кстати я смотрю но редко вы это как-то выделяете там или собака дредствейс какой-то вопрос потому что просто так не получается ну или просто как обычно копируйте из памяти один какой прикольный вопрос например да это кстати хорошая идея да помогает вот например выдержка из чата чтобы показать что у нас чат тоже присутствует правильно они мы такие да будет ли карме это видео до карме кстати прикольно-то мило звучит часто с какой дисциплине в gdk games да я пошла по секундочку я отвечал же на этот вопрос неоднократно games down quick для меня не самый прикольный ивент сейчас на текущий момент можно съездить туда исключительно ради того чтобы ради движухи с людьми повидаться потому что в основном люди туда как раз таки ездят не для того чтобы чего-то там показать а чтобы с людьми повидаться и пообщаться потому что ивентов как таковых спидранерских сейчас очень мало и если они есть то они все в основном онлайн число 0 нет такого что собираются есть всего два на текущий момент это если и gdk gdk очень такой прям ивент и мне уважение к ним честно говоря уже нету потому что после того как не тимар рассказал историю как они пришли отдали конские деньги за номер хотя тимар там ну за mexican runner если не знаешь такого он там им игр 10 что ли показал или что-то типа того во первых там баснословные бабки за номер за все платишь и завтрак он мне рассказал ему завтрак дали это банан и кусок хлеба классно вообще то есть ты просто приезжаешь аля из разряда как в отпуск съездить повидаться что-то туда там делать какую-то движуху для них контент делать чтобы они там еще на спонсорах заработали и так далее мне честно говоря совсем не хочется вообще не хочется я лучше вон дома спаси жуку пержу и чего не сделаю дома зачем мне ехать куда-то в америку к тому же сейчас как-то попадешь все верно все даже без шансов может быть как бы чисто ради по приколу но если есть если нафига ехать на гдк глушные если выступить ну я бы и выступил собственные с с варкрафтом вторым если вы не классная история 1 ты не слышал короче платил я знаешь за хату исправно все так электричество там начала сильно водичку там все платил а потом пытаюсь вылететь на ивент мне говорит слышь вали отсюда нахер у тебя долги за квартирует кучу оказывается знаешь замечательный сбербанк охерительно бабки переводит я понял типа халдировали халдировали да они не туда просто кидали на какой-то непонятный счет интересно короче они в мфц переводили на вообще хер пойми какой и у меня задолженность за два года за два года коров я такой сижу смотрю на этого фсбшника турне дружище и он причем знаешь там вот прям вот чисто у них страдка обточенная годами это тебя закрывают в комнате в аэропорту горчат к вам придет сотрудник сотрудник через 15-20 минут приходит а у тебя уже рейс через час он такой с тобой разговаривает так сейчас подождите я отойду там посовещаться надо и на 30 минут уходит и прямо ровно за пять минут до вылетать дружище вот кутили и то есть я прям ни одного шанса вылететь ничего не сделать просто не оставляют блин очень интересненько конечно я короче да ёпся вот с этой штукой 8 месяцев я ёпся не рубля не заплатил этим скотинам пошли не в задницу как блин ну вообще в чем ошибка то было номер какой-то счета не то да сбербанк лоханулся короче сбербанком до сбербанка или нет который не сбербанк лоханулся ты же квитанцию даешь и платишь поэтому не платить никогда ничего через сбербанк ребят блин это все мерзкая штука на самом деле всегда вот ёпка с такими бумагами вот это вот доказывать что-то кому-то ходить это вот это как знаете было лениво конечно но как вы уже то да ну час осадочка остался как раз часто благо хотя бы появились у нас всякие эти сайты как там они называются до налоги ну смотришь задолженность там короче да вот это все судебных приставов вот эта вся история я по и пешки должен короче 40 тысяч я думаю я вроде платил зарядился везде где можно захожу посмотреть выгружаю полный отчет типа по и п за что налоги и там отчет выглядит так ты нам должен 40 тысяч рублей налогов все не больно это полная вы выживали отлично полное самое полное что можно вообще достать ты нам должен брат за что почему как хрен его знает слышь пути плати до плотину лох нормально из чата еще один второй вопрос был тоже надо есть позвольте насчет байк мне тоже кстати интересно да наши фотографии вот эти вот с железным конем так где ты все но заговаривают что завязал ты завязал отдай я продал 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 в программу тосы что как experience почему продал как она продал я почему смотри я объясняю просто ребят на самом деле не потому что если вам интересно падал я с мотоцикла нет до девять раз падал да ничего там все нормальный experience охренительный просто давай представим так вот и стример представим вот я есть мотоцикл не направо здесь с ним надо ебаться прямо для этого права себе ну ты катаешься типа но с ним нужен там массовый за техникой нужно следить ну как из машины да и сейчас сейчас ленила короче вот это вот и у меня и машины другой стороны даже смотри мы здесь еще нужно когда-то там пока грезент или в гаражу да в гараж короче ты кучи много ебли вот это мне сейчас это вообще не надо сел он такси короче куда-то поехал прям чела дырежу я на максимальном чили сейчас ну а блин все равно я вот например я мочек еще себя рассматривал как вариант к был один вот думаю как минимум то что типа пробки вообще тебя почти не страшно это блин в любую точку москвы просто 25 минут и вот в этом плане такой думал но все равно то потом хочу сказать что на некоторых трассах ты просто стоишь короче варишься прям особенно жара когда к суками ж двумя фурами стоишь такой думаешь а потом поехал такой прям перфорации все комбезе кто продувается мыша балдеж ну когда стоишь просто весь мокрый на хрен просто не понятно как схуднуть вашу вот вот это вот такая тема можешь просто в автобус есть в комбезе короче поехать но не там поплавишься немножечко понятно но это же там мы все кожаное типа чтобы если ты падаешь не отдирался да в этом и прикол просто знаешь тоже короче рассказываю историю есть рефлекс у людей просто некоторые думают я куплю короче мотик будут девочек возить охуенно прям шпехать их буду короче фишка такая что у многих людей когда страшно просто когда между машин едешь с непривычки реально людей страшно для я например еду вижу там допустим кто-нибудь прям за фурами такой плетется между ними про то блять боинг посадить можно прям реально как вот в этом фильме просто едешь и все я у людей рефлекс они просто берут и спрыгивают нахуй с мотоцикла серьезно да полно видосов на ютубе можешь посмотреть чувак такой решил выпендриться девочку взял посадил встал на заднее колесо она просто и спрыгнула с мотоцикла с мотоцикла прямо взяла и спрыгнула блин я не кстати не слышал по этому рефлекс поэтому таких моментах всегда пока завязываете девок когда касается но не на самом деле над видосик показы смотрят джипе где просто чего летит вот так прям по асфальту просто потом встал такой потряхнулся и пошел на муджике другое а там неважно если на асфальт как бы то он амороз нет какого-то чел на шестерке который едет через голову но нет такое бывает но не до на мото джипе поворот чел падает соответственно остановочный путь там метров пятьдесят и навстречу реально семерка такая хуяк ему прям не на это бывает ну знаешь что ты как они вот не угадаешь я видел видос где просто стоит чел в пробке на мотоцикле через три машины навстречку вылетает какая-то другая машина бьет ту машину то бьет другую эта машина бьет в его и он яйцами бак помял просто размял и ему короче удалили и яичко удалили но одно одно оставили одно но просто к тому то что он прям яйками бак помял ваших салат если одно кстати оставляют тебя голос меняется я не знаю как есть зависимость какая-то с яичками и голосовыми связками все же говорят что если защемить яйца то ты начнешь петь раньше этим всем тенором удаляли как раз чтобы голос стал тоньше да блин я не знаю ребят выше нам нужен срочно ученых часть есть можно поэкспериментировать нет конечно ученых в чате достаточно сейчас мы узнаем про яйца особенно на эту тему ребят какие жизненные истории с чата пойдут я тоже знаю да меня было у меня такой игрок был да так ну что-то у нас пока с обмот отключился всех банят зашел учил здорово дачу там бота что-то не знаю безумие как творит понял там что-то сверху кстати спамили на посмотреть может что-то делали дальность память это вот бота-бота мнение то когда удалялся у нас уехала чат если был вопрос вы тогда это пишите вопрос сразу потому что у нас уехала все там непонятно короче кармик значит у нас гонщик спидраны не кстати очень прикольно если вот хочется за погонять то прикольно купить мотик как спортивный инвентарь оформить его в этом случае нужен реально какой-нибудь фургон куда привозишь спорт инвентарь и по городу нельзя со спорт инвентарем ездить привозишь идешь на трек просто гоняешь прикольно вообще очень здоровски по пробкам тошнить такое себе плюс опять же спорт очень неудобно если брать спорт мы вот просто в минск ездили в минск прикольно ехать но на спорте прям ты удержу по просто каменные потом 8 часов поехали прикольно кататься здорово но опять же говорю то что лучше просто на треке приехать на треке прям погонять cross или скорость спорт такому хочется это их прикольный тупик у него блин кросс прикольно тоже не мне все понравилось тебе аверкросс или или спорт да я одеваю не потому что скучно я всегда всего больно нет а те кстати говоря я хотел спросить все но тяжело перестать говорить с карты есть такое кстати митя и знает я одобряю как его менеджер все я пусть отрабатывал отображаешь все но сам по поводу перемещения по городу нашему ты что выбираешь я поддерживаю предыдущего оратора поддерживали момент это так все больно короче спорт или кросс по желанию кросс не ну ты прикинь на нам красок ну ты прикинь просто сам поразвесь вот так если вы задуматься реально нахерать и допустим тачка какая-то или какой-нибудь мотик просто якорь сидишь такой думаешь вот сломался потом грустишь да а так вкуснем учетом колесо отпустилась да и ладно вызвал новую все нет в этом плане конечно да удобно но типа я говорю у меня исключительно мысли были во первых то что а все-таки как ни крути я вот это всякие там лыжи трамплины вот этого там бамуты какой-никакой адреналин нужен типа да вот но это опять же не очень хорошей людей покупать все мотоциклы ради адреналина а второй это просто скорость оптимизация так сказать дороги то есть мне условно нужно куда-то поехать да вот и полтора часа займет машина и там 25-30 минут мотоцикл мне это довольно рационально это очень рационально но а если тебя не смущает что пойдет дождь и ты будешь мокрый как скотина нормально в общем я не вижу ничего плохого очень здорово и классно я не ну три года считай гонял мне прямо пока и фичу было вообще балдеж долго я отвечал на этот вопрос надеюсь ответил то что пока фичу просто продал потому что он мне нафиг не нужен да сейчас для чего на данный момент да на данный момент я создан для чего просто стримчики чисто пока фичу просто сидим балдеем все понял нет это красиво это правильно сорок четыре рубля в любую точку москвы без пробки с карты да кстати метро единственно там конечно бывает иногда слишком людно вот как сейчас мы ехали там да мне кажется опять же вот особенно с условием эпидемии метро же всем похер вообще там вас не опаснее но там понятно условно и к тому что если есть вот очевидно сильно обеспеченного стримера у сильных мастерских стримеров возможность пользоваться каким-то другим транспортом метро в этом плане не тебя верни это самое не подожди но мы на такси мы же не такси что приехали на метро выбирали между такси метро и выбрали такси потому что метро метро сейчас я понял сейчас иначе было мы не сильно да не просто смотри вот допустим если брать стримерскую какую-то историю то как правило ты если выбираешь кто-то из дома не вне в рабочее время как правило и бухать очевидно ну или там кто-то бухать да там кто еще чё по-разному встречи какие-то это как правило не рабочее время и не имеет смысла но на метро на метро будет дольше даже вот так что сейчас мы приехали на метро там единственное что народу дохреничку сдухатура в очень лютое все вообще практически половина народа без масок типа аля сидят с таким видом да мне вообще коронавирус не несуществующая болезнь а вот так прям еду да и в лицо прям тех от смеются в упор иду понятно понятно меня я честно не то чтобы совсем зажрался хотя нет нам зажрался есть показать за растика в метро давно не было же но я чисто из соображений то что типа сейчас вот это вот коронавирус он ходит везде а у меня тип мелкий жена там дома все вот это вот надо как-то доджить все эти болезни болезни болячки вообще зажрался зажрался в метро короче 44 рубля такси 150 ну ты зажжался кси более кому 250 комфорт плюс заказываю себе она тоже 300 приезжает сюда комфорт плюс сейчас в яндексе зажрался андрюха до всегда да блин а куда делись все просто комфорт челик это их нет скорее всего они срастили просто стиль за и вашей комфорт и коммене они по моему да правда за двадцать последних раз мне ни разу просто комфорт не приехал комфорт самый дешевый яндексе как водится с подпиской там же иногда в зависимости от времени кстати же еще тоже иногда и эконом стоит дороже чем комфорт плюс так ну да ну там хрен его пойми вообще и то есть такое когда да бывает такая штука и ведь еще каждый раз пишут типа вам повезло это тоже немножко наверно радует 20 рублей зажрался такая шандрюха сегодня кстати нам пришлось эконом вызывать который ставил дороже комфорт плюса но это единственное что могло приехать а типа в чем суть суть в том то что экономов типа настолько мало что все типа они уже стали дороже или почему или они быстрее приедут высокий спрос да я хрен его знает в дождь очевидно просто что машин эконом видимо очень много комфорт плюс всяких этих оптим и так далее мало поэтому платить за это я вот лучше подожду подожду себе комфорт плюс принципиальный какой переходи уже на black или как там я даже тестил заказывал эти самые всякие ну короче не мерседес даже не помню как называется антипситом айбахи вот подобная хрень это было один два раза и так чисто пара пара все пара в махе бахи там беру открою блин да ну вот и взять прикольно там такой джентльмен в костюм так мужчина есть еще на самом деле вопрос тоже от зрелов давай не говорил на них потому что потому что зачем общий такой вопросик пора учебу в школе было раньше конечно задать но сцепились языками не распуститься и вот поэтому только сейчас как учились в школе если какие-то допустим пять предметов вот такие которые получались и оценки по ним или не получались можем пару блин я так сейчас и не вспомнил русский литература ок математика норма русские что хорошо плохо но пятерочка и четверочка ну так нормально он короче мать мальчика тоже нормально в общем еще тоже такая момент я вот до тех пор пока на курсы какие-то не пошел в школе вообще них и раньше не понимал потому что учитель извините пожалуйста говнище полная пошел на курсы вот прям прочувствовал разницу между учителем в школе и учителем в институте например просто небо и земля и мой скилл сразу вырос наверно раза в четыре и с этого момента все пошло в гору и проблема в том что короче ладно давай не буду растягивать это я люблю растягивать сколько угодно водички подбил в общем литературу русский норм математика норм геометрия уху лять плохо мне давалось физика тоже так четверочку как-то так понятно ничего особенного короче короче я просто думал сейчас ты скажешь типа вот я гуманитарий или наоборот типа не ты получается все понемножечку всего понемножечку да у нас все было не так ты потом да я все понемножечку в институте уже был такой что инженерный уклон понятно но я вам задам один простой вопрос в девяносто седьмом году на рынке я купил коробочку с диском с одной игрой после которой драматически ухудшились мои оценки подожди 1 1 реновки с 97 год 97 год мне можно конечно гуглить но это интересного уж отгадаем я ведь понял это вопрос уже был это элементарно вот вы можете ответить просто наверное бру 2 может быть нет нет подожди блин я не хочу снать чатам уже пишут что-то да он наверняка я тоже не хочу смотреть с одной игрой ведьмак 3 наполовину ты прав 3 warcraft 3 давай издеваетесь 3 это я не знаю подожди это и не серьезно подожди кто-то третье наверное они тролля тоже просто явно не делся герой может быть 2 2 3 3 вы 3 2 3 возрождение ирафия блин и графия не должна пасть не она не должна конечно не нужно более да все было просто так выказывается и что ты прям с компом вот это вот как ты вообще да у меня дома был комп поэтому я забил на учебу играл в третьих героев с другом который тоже забил на учебу вы как типа хатсид до у тебя дома да блин кайф вообще и прогуливали соответственно там же черчил в героев да блин это кайф конечно я помню у друга тоже врагу ли вы играли всякие кайс очки тут это вот все и сейчас кстати это между прочим дисциплинка растет может быть стоит 99 год я вас может обманул ну да сразу варкрафт 3 вы там называли в 1907 конечно ориентируйтесь лучше меня явно взял нас обманул лёха ну а сейчас ты в герочи нас на стримах не играешь но последний раз по-моему я с карты только вместе играли в оточку там вот это вот лобби все врываться в рейтинг папашек долго не это на самом деле затрат на плюс рейтинг в основном сейчас все играют как раз таки джебус ну все мне кажется до правильного рейтинга потом там не знаю 600 плюс уже джебус никто не играет типа я не знаю мне только джебус интересен потому что я быстренько по фастику к 1 да не ну ты кстати зря 6 л м 10 а прикольный шаблон там если с телепортами разобраться со схемой я и контроль быстро получите прикольно ты мне сказал то что или кто паша помыла этом самом на бадвайке сказал что пашу все знают не буду рассказывать то что не в т.с. а этот самое кто сейчас сова это савитар 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 то что жарят типа все я думаю ну сейчас я посмотрю значит скилловую катку не джебус естественно не там был что-то какой-то они просто против давиду играли какой-то шаблон ностальгия вроде думаю ну сейчас я там душно когда душник вообще невозможно смотреть просто я типа пытаюсь что вникать потом так вам понял 1 31 смотрим там перемотал вперед что-то ничего не понятно но за это как раз игра как контроля и всего остального 2 дд я считаю бригином деревне прыжки это другая игра совсем но построил гм4 у него т.п. построил гм5 дд другая игра здрасте понятно не ну подожди но ты хочешь приехать на снг турнир погибает так ребят давайте быстренько сейчас джебус откатаем кому запрет тот красавчик кому не заперло ну и пошли в жопу я знаешь не об этом скорее мне больше интересно джебус и вот этого ты все вот этого рандомное потому что это можно сделать быстро то есть представь турниры вот час идея на миллион на миллиард может быть даже где который проходит регулярно как например зотоки по квейку проходили каждую недельку соответственно best of 1 быстренько чик 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 джебус кинг с таймером блицом можно выяснить с брюсом нормально в теории час час двадцать мне кажется средний будет идти сейчас 15 завес так вот да с блицом таймером гораздо быстрее оп я слился следующий это тоже будет естественно а это же часть игры ты видишь то что те ничего не не прет и ты понимаешь что что я вот пойду сейчас в концу 24 а там естественно 4 ты говоришь спасибо за игру я пойду играть другое что нет нет тебя надо подождать может быть соперник сольется и кстати да кстати да такой же тоже на на байке чатик начнешь писать вот это у меня пруха сори мискликнуть начальным героем в замке просто ходы пропускаешь ну да ну типа ты можешь захватывать города просто типа деревни до создавать видимость что у тебя все то что все 8 раз бежка с ресурсом в начале мне кажется суши с хиромайтом это работает вот с хиромайтом когда играешь можешь просто на респе сидеть а он потом сам консервация хер ты здесь чем позволяете давай процент как-то его проучим нет хиромайта мне кажется здесь нет непонятно ладно блин но мне кажется у героев есть потенциал киберспортивный но вот опять же это не ну не с этими долгими катками так понятно то что папашкам всем интереснее играть 6 лм по 10 часов загрузками но чисто зашел посмотреть игру вот джебус супер понятно все супер просто пришел нажал победил увидел да герычу этого самого хиромайта нет они все вы видели это отпишу его в реале жесть вот это суда прин кармик врагов тебе здесь получается мы на это самое на их нашли а он шутит зови нормально он пошутил напиши что ты расшути он же псих он час вот начинал стрим зашел чисто в дискорд просто ржать начал типа таких людей опасаться серьезно были ладно я его заблокирую везде как вообще вы думаете насчет киберспорта в принципе в компьютерных играх куда это все вообще идет в помойку помойку я думаю на самом деле что киберспорт именно прям но мне кажется дело в том как это все дело окупаться должно мы же не знаем цифр вот этих всех цифр кто вот как раз таки в киберспорте варился турниры всякие организовывал выхлоп то вообще потому что им же они же это организовывать они ждет для чего делать должно хотя бы окупаться даже ну забьем на то то что вот если это приносит нереальное удовольствие они кайфуют прямо это делает всей их жизни ну хавы ты все равно что-то должен как-то жить там и так далее я не знаю потому что фортнайт с одной стороны вроде казалось бы выстрел очень жестко набирал там вот эту всю историю там стадионы все такое ну а где это все это типа вообще я был скорее про то вот чего вы начинали чего мир начинал когда ртс никому не интересно и слишком сложно слишком сложен порог вхождения вот мы сейчас как раз недавно обсуждали что в варкрафте как растики с лёхой большое количество человек которые могут поконкурировать за первое место прям борьба реально будет лютая человек 11 3 варкрафте потому что никто не играет все старички остались но фишка в том что там и скилу дохренище огромное количество кто тех кто прям реально вжимает тренируется потеет он граби сейчас набрал тоже хорошо в этом-то и проблема что призовой там условно 10 тысяч долларов ты должен выиграть людей которые 20 лет без перерыва тренируются в эту игру если ты новичок и пришел в как в любую стратегию которая сейчас популярна там age of empires у нас более-менее популярна сейчас становится варкрафтом и starcraft и я не знаю в фортнайте я думаю что полгода поиграешь если ты скилловый экшонщик будет как бы можешь соревноваться варкрафте через полгода ты сможешь соревноваться с ребятами из твоего двора только разве что шанс будет ровно столько же сколько и полгода назад ноль ну то есть типа затраты огромные в плане времени и фокусировки и так далее но при этом выхлопа никакого ну что ты вот это же все таки делается наверное просто из исходя из любви вот как раньше начиналось и все получается вот агер ты же был в самом начале самое сердце киберспорта когда люди играли просто потому что по кайфу потому что не было вот это вот потому что 500 евро платили до 500 а ты прикинь когда ты школьник и 500 евро 500 евро я когда-то слышал я не знаю насколько это правда но этого для меня был шок когда году 2000 на тысяч втором в цг проходил что информация была тоже типа у граби там зарплата что-то типа 7000 баксов что-то такое для вполне компьютерные игры что я вообще не верил это просто никак до мастодонт и команда так и платили но я был не про я был полупро всегда такой типа но мог выиграть любого но тренер икс лорд их со звезд с неба не хватал слишком ленивый был для этого у меня в афнатике через был подожди 100 евро зарплата была по тем временам это гораздо больше чем сейчас 400 евро что значит был что ты есть ленивый крыть как и все ну да был был горит так и есть конечно и плюс они все оплачивали то есть ты едешь на турнир там не знаю века веб условно говоря на трамвайчики а тебе оплачивают типа два дня гостиницы там и за то что поешь там по 50 баксов на и что там говорит даже мне пососный спонсор мой все оплачивал все расходы на турниры на еду на ваше все 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 а ты на трамвайчике такой чук-чук за 10 рублей и сэкономил да и плюс 250 баксов блин ну нет это понятно но все равно изначально же изначально даже не просто так типа не пришли в школу такие значит кабберу и сказали типа вот нужны в мальчике покрепче варкафт играет на турниры 400 евро зарплата будет ты же ведь начинал же потому что горелочь да конечно но ты прикинь по 16 часов в день надо было тренинг конечно да хотелось выиграть свой жестко сейчас же мелкота-то я объясню на самом деле давай я объясню сейчас все разрули сейчас все время прям все объясняет смотри в варкрафте почему так получилось вообще изначально почему свой с этого всего началось паш был охерительный ледр прям там жизнь была вот и захочет кланы блять ты вот ты заходишь такую хочу пятьдесят второй левел блять все и пошел короче ты пропал просто в этом ледыр там иконочки всякие хероночки а сейчас что форт найт зашел мне свою пушку нацепил вот эти танцы какие-то продают свои там типа результаты выполняю какие-то чтобы зарабатывать скины кому это вот какие скины варкрафте нас какие вот это было есть на скин это вот иконочки он же поля 500 побед и 2500 побед до ухо купить никак их не купить не купить было работать блин я помню это фантастические времена когда вот это вот помните были на многих интернетах пакеты викендовские типа и трафик был дешевле вот и в итоге когда наступали выходные мы с братом садились и начинали просто так ебурить по кулдауну варкрафт потому что типа тогда было выходные норм не так дорого по будням это было сложно с 9 вечера до 7 утра у меня был тариф долгое время 9 то есть ночью тренировки снышли а я вам открою маленькую тайну я своим провайдером заспонсорился они мне бесплатно все делали понятно короче кармик не ну когда я уже в варкрафт серьезно играл у меня дайсель был как бы круглосуточный у меня как раз типа 16 уровень соло в лэддере на модеме с кучей дисконнектор появляется дайсел и через две недели 50 причем знаешь что прикольно извините перебил прикольно было то что у меня был турик варик внутренний и козыр я выиграл мне халява и по и потом в куаку третью тоже тупо я без я халяву ну кермет не знаю может быть на скилл все-таки до хз я тоже не знаю а квейк квейк лайф играл квейк лайф да катал но уже после того как квейк лайф прикольная кстати штука но видишь как блин я не знаю почему но сквак это же история как и с варкрафтом аля из разряда сидят все одни старые олды короче сидят и потеют там сейчас вот тоже они сделали квейк чемпионс хорошая игра но блин турниров что-то вот как-то они вроде поднимают проводят какие-то турики но как-то все жиденько идет не на квейк лайф то тоже были турики там и кстати классный лайф мне нравится золо таки там смотришь ну да да он там сейчас у нас это сделает не сделает там но почему это все загнулось тогда знаешь почему мне кажется делать я тебе объясню давай объяснишь потому что это вот тоже игра которая очень сложная она слишком сложная хотя с другой стороны для человека который вот смотрит со стороны это просто стрелялка в которой там следует убивать тоже как бы доступно скажем так вот так что я не ответил на вопрос никак не ну и сложная порога для вну порог вхождения тяжелый ты имеешь ввиду что ты заходишь туда и тебя прям плотненько так разваливать там плотный сложный порог вхождения в про потому что в про как раз таки там были определенные количество черников их не почти никто никогда не мог ну рафа да там рафа в основном в клаве всех нагибал бывало на сайфер сайфер кулер тоже что-то там мне кажется ну великий кулер то он везде конечно всегда да и сейчас квейк чемпионс тоже разваливать я не знаю как то сейчас в чемпионс а вот смотри а вот смотри вопрос тебе так из недр моего чата пожалуйста а вот овервотч вроде денег туда в бухе вали дохренища вроде и киберспортивная игра вроде и даже неплохая пишу танчик зашибись и все квакер туда в одно время уехали вот и где этот ваш овервотч делает овервотч этот овервали реки да в америке это одна из самых популярных игр массивных огромных игр ты видел как его не там шоу устраивать когда они ходишь происходит там все там очень приятно смотреть эти стримы они умеют так хорошо делать так хорошо вылизывать контент сразу значит начинается игра какая-то вот не студии аналитики как у нас такие все сидим здравствуйте да ну наверно здесь победит эта команда может быть победит и другая команда сейчас мы это в принципе увидим так говорят три человека потом ведущий спрашивает чё какой-то следующий сраный свой вопрос и три человека говорят тоже самое абсолютно еще раз эти поэту 20 минут это просто ноль а там интервью наверно всякие разные там все в юшке там люди заряженные какие-то ходят бродят по залам там даже если это ну ладно когда они сидели дома это было не так конечно круто и ярко но вот когда у них прям реально шоу стадиона дело просто супер круто блю и вот это вот от этого зависит мне кажется у них в принципе они как-то к видео геймс он относится немножко по-другому там я тебе расскажу так то что в америке в целом и подходу другой там я так предполагаю не делают как с бейсболом и как с футболом свое время строят стадионы на каких стадионах проводят движухи и продают они просто очень хорошо умеет в коммерцию и в шоу поэтому да это конечно решает потому что люди приходят в первую очередь наверно захотят отдохнуть и посмотреть что-то прикольное то что им интересно поэтому я согласен например туда честно говоря я думаю что половина народа который дает на бейсбол приходит вопрос чтобы наебиниться пиво андреем и пожрать хот-догов короче посидеть отдельно ну да то же самое надо сделать что-то такое тоже конкретно с киберспорта прийти там наебиниться пиво андрей посмотреть как чуваки 6 л.м. 10 уже проснулся идеальный контент ну да не есть такое конечно может вряд ли я честно тоже вижу то что киберспорт дохнет просто очень активно просто подыхает у нас камеру дата уже давно я понял что она прям все всего доброго кстати насчет этого варкафт играл дотка вы когда рядом появлялась ты не не нравилось но я одно время залип на дату даже в какой-то команде побывал в такой более-менее серьезный когда еще в те времена когда варкрафтер очень ценились в доте потому что типа ты стоишь нами дедина из крепочков а датера это слабо еще тогда умели в отличие от всего не не там фишка еще в том чтобы контролить некрономикона там где развести всякие вот именно контроль что играешь и датеры не понимают разводишь окружаешь и так далее но потом как-то я в покер ушел потом в армию сначала в покер оттуда в армии разные дисциплины покрасил траву там все как следует да это об а покер подожди вина покер сколько ты его покер несколько лет довольно плотно и кэш турниры мтт турнира в основном да и снг это обычные большие машины типа понял 10 тысяч гарантии там 100 тогда миллионников еще особо не было а если и были то дороговато вы понял но это работа была фактически ты как бы я был слишком разве ну короче не очень ответственный молодой человек я понял ну да там бывали такие суммы которые на счетах что и мне бы сейчас очень пригодились если бы их тогда вывел и куда-нибудь положил я думаю я бы сейчас жил где нибудь и маями блин подожди какой самый крупный выигрыш был у тебя в мтт ну прям супер крупных не было тысяч двадцать и двадцать пять долларов прям супер крупных гриб не буду поверил сюда лишь 20 но в то время просто ты по-другому к этому относился не мог воспринимать как деньги просто ноги не знаю я вот когда играл покер тоже играл где-то полтора года наверно в кэш игры но там это типа когда ты вот играешь у меня лично воспринимался это как как фишки как то типа погода для успешности этого и то есть на дистанции ты смотришь какой там прирост банкролла и так далее все это так оцениваешь но не я в этот вопрос просил к тому что то их плюсов был соответственно но я под конец ты знаешь и все слил ну что не что не потратил скажем так с бокера надо в свое время с покером была тема с партнеркой с этими с рейкбэком да у меня дружище с которым мы катали в покер катал double or nothing турниры по 300 баксов и 50 рейка если посмотреть его статистику вот так но он выносил там такие суммы на этом рейкбэхе с партнеркой поэтому там вот были золотые времена тогда в начале покера как раз таки до того как их прижали с налогами там фрс и вот эта вся история началась все зафигачили и начали там маляя книги всякие по покеру и куча народов и стали интересоваться покером поэтому сейчас заходишь такой в покер а там одни регулярных катают душат друг друга кто кого задушит передушат раньше регуляр сидит и с ним там 9 фиш и он 9 регуляров сидит и 1 который еще их иногда и накернивает потому что книжек начитался нам типа что делать когда-то единственный фиш за столом с 9 регулярных ну типа того то есть как бы сейчас так я считаю то что уже вот эта золотая эпоха прошла но даже можно было минусовые играть плюсовости вообще никак не решала рейк на старзах если ты делаешь какую-нибудь суперновую элиты не на старзах такое себе было один из самых худших рейкбэков было еще в истории там были покер-румы вообще вы прямо какие-то там фишка была даже табличка где-то я не помню где когда тоже катал видел собственно почему я пошел табличка соотношение покер-рума партнерка то есть там была типа партнерка аля из разряда отдельные покер-рум и рейк рейкбэк за это вот там по-моему от рейка тебя по моему возвращали чет до 70 процентов что-то такое даже было тащи ёбнисьте просто извините меня за выражение а вот сейчас до лоха например смотрит смотри сейчас проходили какие-то большие турниры на покер-старс наши ребята наши профессионалы играли да я видел стример так красиво все как один решили да все вдруг неожиданно решили в поют там турниры еще на всякий случай баннеры поставили в описании да не нормально прикольно я посмотрел да а получается что у нас бородатый или илья самый крутой покерист так разве они лоха ну а лоха вроде за свои играл да да ну я не знаю то что он сейчас играет но сейчас вроде да тоже продолжил карьеру покериста ну если играет все прикольно да но я не а собственно он так нормально что-то пытается катается там прикольно катается 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 карьера покеристов больше похоже на карьера на казиношников не по-другому сказать карьера покерист сейчас похоже на карьеру silver name и который сидит и пытается 15000 в рандомной игре взять как бы и как-то контролировать 15000 ммр а в это да да я все рандомная игра мне кажется кстати надо будет тоже попробовать вы пробовали быть и battlegrounds я да ну что вот единственным подобный шашечным со шашечным играми опыт это я играл в доте в авто чес и было прикольно я кайфовый прям это я не знаю я но я подозраю что то же самое скорее всего там мой мозг найдет что-то в этом интересное но опять же пока не дает рандом ну ты прикинь шут и рандом а покер это тоже рандом ну там вероятность ну да так а сейчас я тебе говорю то что одно и то же стало раньше ты сидишь и играешь с людьми которые плохо играют а сейчас ты сидишь со всеми кто хорошо играет у всех статистика там аля из разряда знаешь покер ну да на самом деле запретили бы это все нахер было бы лучше да статы майнинги это ж такая залу ну все просто все сидят стату есть а вот и по статей еще играют там где-то регуляр кто кого передумает а вот тут я неделю назад вот этому чуваку короче вот так делал сейчас по-другому сделал самом деле с чего и в покер то закончила я еще и голнем тт на мтт там же все-таки эмоции поярче там ты финал очки доходишь иногда сидишь там это самое а кэш это ты чисто у тебя там это по таймингам значит два-три часа сессия в анализ по 12 16 столов ты открываешь статы майнинги и поехали просто в определенный момент ты ничего не делаешь абсолютно ты просто ничего не делаешь пытаешься как-то это самое не тильтовать условно так в этом ты при типа и минимум работа над ошибок совершаешь и типа стал лучше это настолько мне кажется это хуже чем офис ну смотри это так 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 и есть слушай вот все люди которых я спрашивал я играл два года вот-вот нас по такой схеме да типа все здорово все классно но я вам просто блеванул от покера и я просто проснулся с утра это невозможно а есть люди которые могут которым нравится это и он там один из каких-то там покер про он как раз таки и свой первый мульон там и заработал вот на этой всей истории он открывает там по 30 столов и поехали понял так немножко издерживающих из чата улоки 70 к призовых слил 80 к дед 8 к поднял мэдисон старый мэдисон ну так сейчас как бы по статье а из разряда заработал и вложил илья да понял ильяна топ-1 вопрос человек девятнадцатый раз его задает думаю что время прочитать давай кто выиграет хабиб или геджи то хабиб выиграет кто трениться будет лучше что-то выиграть вот спасибо большое это наш эксперт по смешанным единоборством кермет спасибо большое за ваш мнение кермет ммльный я тут предвзят поэтому не буду давали варик вопрос договори обязаны мне это нормально мне кажется быть предвзятым из не всегда же быть объективным и на это самое ну мне хабиб не очень по душе но он выиграет довольно таки объективно получилось хорошо у меня вопрос тогда до хабиб или лёха бер но кстати в 1 весовой я тоже за легку так что варкрафт я ему написал в инстаграм он за собой не принял это все вот это вот там большие вот это вот ринге значит кучи миллионы долларов все это вот просто блин я кстати посмотрю как хабиб и лёха варик катаются можно да а потом на ринг чисто это получается триборе starcraft 2 варик и соответственно и мы же бокса шахматы или как они это очень популярная дисциплина типа раунд бокса потом играет шахматы потом еще раунд бокса потом опять шахматы и так пока типа не доиграете в шахматах шахматах то есть его в боксе до играть если вот я не знаю я не знал он прочел и просто чисто два подхода к тренировке боевой и по шахматам это либо ты огребаешь на выигрываешь доиграть я думаю кстати есть хорошо попасть туда играешь бокс раньше королев глаз и было ответить я футболе не разбираю я не знаю как это происходит но это очень популярная блин кстати прикольно слушай на самом деле вот я тоже мы с тобой про киберспорт говорили а у меня еще десять тысяч лет назад пришла мысль в голову а почему нету каких-то вот трейборе и каких-нибудь ну вот многоборий аля из разряда не в одну игру душить короче в доту какую-нибудь а синглплеерный например 1 вальчик такие запилились и зарубились потом раз в героев потом в кваку там например в какой-нибудь и вот мультигейминг я считаю прикольно может зайти согласен полностью у нас же ведь даже небезызвестный ярослав кузнецов он пытался так сказать продвигать формат свой турниров именуемых драка за батон вот там как раз таки игроки киберспортсмены встречались в различных дисциплинах непосредственно на поле боя тут прикинь шахматы короче такие там все я думаю вот в один день идеальная вообще фанат всего в один день чтобы проходила то есть турнирчик значит 5 игр например это соответственно best of 5 по best of 1 в каждой игре бам-бам-бам-бам-бам все побед поражение кгвп классно же правильно чат классно или как обычно хуйня так ну-ка чат ну кстати чат выпуск по посмотрели какой-нибудь мульти супер-пупер crazy спешил на это же говорят гермис очень громкий почему только сейчас давайте потихнуть а вот говори че-нибудь муж а говорю короче чат класс 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 говорят хуйня как обычно как обычно бог да да ладно нормально ребят нормально нормально будет шоу тут не мне кажется если как шоу поставить хорошечно что бодренько смотрелось то она будет и прикольно ну да с героичков начинаешь через 20 часов переходишь ко второй игре в геройчиков это на 8x сразу через 20 часов ты переходишь на другую и потом опять к геройчикам и так типа по кругу а нет пока просто 7 ходят и ты ждешь хода ты играешь остальные что в матче в этом второй ход а прикиньте кстати фан восьмерых с регеймами отлично у каждого по 2 рестарты по 2 рестарты лучше 3 в садовске 3 ну и по рестарту по респу еще рестарты тогда до 9 тех тех рестарты не идеально типа из газа заново торги каждый раз отлично 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 очень хорошо очень нравится за полгодика я думаю управились бы хотя не факт пытались же вроде играть по моему на восьмерых человек в фан то по-моему джебус был вот и там половина просто повылетала но сам факт того что это было да это жестко касается согласен нет нереально но вообще сам факт мне кажется к этому придет вот киберспорт я думаю что в каком-то таком направлении возможно будет развиваться потому что опять же эти вот контр-страйк global offensive я думаю не погибнет потому что штука смотрится легко вроде как она и сложная достаточно типа нормальная вещь ртс кида как по мне сложная штука люди не могут понять что происходит на экране не это неправда я не саглы потому что каждый раз когда вот раньше турниры проводили как-то только все начиналось всегда было так то что квака и контрак заканчивали раньше потом сидели все вот все сидели и смотрели как играют варик вообще все там бежит такой-то урен такой раз выв закинул по всем арчам прям пролетел на самом деле мне кажется дело в том что просто тогда играли варкрафт поэтому он был интересен это то же самое вот никто бы вообще в жизни никогда не смотрел бы доту если бы в нее сам не играл это невозможно смотреть со стороны просто невозможно блевать и на редкостное но я вот сейчас играю и станут играть в этот помойку в деградацию это для дебилов и соответственно не слишком много не нормально нормально все говнину это были имеешь право судить потому что сам в это играл но смотри видишь у тебя такая тема как ты перегорел от этой же фигни как вот я в свое время от хардстоун невозможно играть в одну душнину постоянно просто бесконечно ну просто на самом деле та душнина та душнина она была очень интересной в плане командных так сказать взаимодействие плюс она довольно сложная вариативная в этом плане норм была вот команда дот она и сейчас типа прикольно вот это профессиональная на сложная крутая игра но играть и по м м м чки это прям по моему рейтинг ты мишу до лады ротчик чистка тасс лады ротчик там прям такое что вот и вежливые люди мне нравятся да очень отзывчивые очень поинтересуют всегда готов я его мама сводить в кино я рассказывал эту историю неоднократно у меня знакомый играл в доту и в общем там один школьник кричал но ему сказали грубо говоря и прямо в войск в игре его мамка ворвалась и начала защищать свое чадо блин прямо вот сразу на лоу м мэре происходит такое от чего ты можешь реально поистине кайфануть прикинь мамка в прямом эфире защищает школьника своего блин правильно чем в доте что она сказала а я не буду цитировать но стали в одной команде были ну это круто на самом деле считает правильно ну конечно другой стороны дети сами должны учиться защищать себя в этом мире доты ну я понимаю да потом в реальной жизни себя также будет защищать да у метро гопники докопаются он там я вашу мамку в кино водил не блять но тихо-тихо все впизду тебя мы пошли отсюда я мит или фит ведите отсюда да кто знает не я согласен насчет дота то что в соло когда ты рейтинг капаешь фигово не очень прикольно лига легенд есть для этого вот тут кстати еще вопрос чатики был насчет того что обдор оказывается алексей что играл поигрывал был дел да я как-то полгода вообще на полгода залип дошел до относительных верхов и лэддеров лоловских и потом забил понял то есть это типа высшая лига там говорит даймонд или что там ну я был даймонд один да и там дальше челленджер это типа да я там совсем даймонд один там как там даймонд 4 потом 3 2 1 5 4 3 2 1 а и ты даймонд один уже буду я понял я был времени за полгода ну да где-то полгода понял то есть получается ты если так обобщить на самом деле это выходит что ты сверхразум но ленивый сверхразум который типа долго скажем так в какой-то игре не задерживается да примерно так всегда и было я кстати реально тупчик катает у меня всегда проблема именно с мотивацией чтобы типа трениться по там 8 часов в день пока есть огонь пока горит огонь так сказать прогресс прет вух как только огонь погас так я не могу себя заставить до спидраном варкрафта также было да мы все сделали уже все придумали дальше мотивацию алексея еще нету типа два месяца сидеть троить пока там рэндом про ну в итоге видишь работяга взял и замутил чемпион по спидрану за этой от компании орков эльфийской компании самая тяжелая была сейчас сколько времени примерно что по-моему я не помню точно скажу там было 335 помолит ну короче так пять часов не минут короче эльфийская компания за сентинелий warcraft 3 тфт эльфийская она была самая тяжелая там микроэльф мужчина попить не хотите там может быть что-то да можно сейчас сейчас поливчик можем сделать это сейчас просто расскажи на хуете уже если не да нет вообще бог мне мне нравится чатиков в чатику как он сейчас хочет похвалиться что мы страдки придумали а челик их реализовал не такая точку хвалится давай давай так валять и рассказываю наоборот про челика то что челик это была самая тяжелая компания вообще за всю там микроэльф это предыдущий который был он убил на эту тему полгода гриндил там рандомыч и так дали потом я говорю там лег очень почекаем мы с ним сидели смотрели страдки короче придумали прикольно но его заломало не хочу короче ну да за один раз не получилось за один раз не получилось не хочу второе типа вот так все остальные компании прям easy можно было побить а вот эльфов реально тяжелая была и потом человек который смотрел этот стрим потом по нему учился взял и бахнул рекорд на 40 секунд улучшил время самой тяжелой компании это прямо вообще прям вот его души вот заработаю ему прям респект красавчик он реально гриндил там долго что есть миссии очень отвратительные просто ну да это вот как ты рассказывал на бадлайте про домино лагерь нет но не фортамина вообще в принципе что есть типа спидраны на которые бегают а есть которые интеллектуальная так сказать база ну как правило да то есть там и все сходится есть как бы вот мне например больше сейчас нравится как раз таки что-нибудь искать там на светофон на торшер 10 часов прыгать там и так далее вот это вот все да вот это прикольная тема отдельные прям кайфу за счет прикольно нашел а потом это реализовал у меня кстати тоже вопросы были в эту сферу вообще клубиться насчет твоих взаимоотношений с чатом насчет вот как так получается что блин я не знаю просто на своем примере если бы вот я например бы чем-то таким бы занялся подобным то скорее всего меня просто смешали с дерьмом ты не смотри в чат просто как ты выстроил аудиторию как так получилось что я не строил я не знаю да то просто собрались такие люди которые параллельно прыгают тоже и ждут когда у кого получит обалдешь то нет и кайф это вообще круто давно кто делает просто ну большинство людей вот сейчас сидит там что-то на фоне делает ну одно дело когда ты слушаешь когда люди разговаривают может что-нибудь интересное расскажут а другое дело когда там например ты играешь в какой-нибудь рафт сраный который нахер никому может и не нужен просто сидят слушать афоном как там бурчит под нос даже не говорил ничего мы просто играли строить мой прикольно тут как бы такое тут я не знаю и большинство людей как бы тоже хочется когда я что-то делаю такое ним тоже что-то хочется такое поделать и мы частенько вместе прыгаем просто просто здесь это когда мы просто здесь что впрыгаем вместе понять да я себе на самом деле числа бы представляем насколько вот реально фактическая комьюнити спидранов но я тебе верю когда ты говоришь что она в целом большое на растет огромный да и то есть может быть реально все таки все эти люди сидят и с тобой прыгают наверное я пройду откуда я знаю я одну блин ты это сам король король это и что ли король а я за тебя не голосовал да а там никто не голосовал там все прыгают мне кажется ну да да я как бы движуха прикольная и да есть люди которые просто находят страдки какие-то оптимизации и так далее потом всем рассказывают а люди более усидчивые которые просто любят гриндить рандом например resident evil 4 если что чтобы ты понимал в рекорде в целом чтобы получить такой ран у него прокнула там 0 1 процента вообще 0 1 0 1 процента по идее не так много еще так надо еще пройти идеально в это ты прикинь нет подожди прок ты ты играешь тебе нужно идеально поиграть ты получил рандом классный парям подряд если разобраться и но это и не обосраться нигде например ты там он муху где-нибудь увидел отвлекся все обосрался он я в чатик посмотрел очень хочется срать нет обосрался плане все поехали заново давай по новой миши как начало гоночек в первой мафии да 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 он рандом отлично блин я кстати счета я в мафии не играл я играл сейчас ремастер q и там все по-другому ты иногда едешь и просто все сзади тебя начинают тормозить а иногда я понял так это получается я спидранил 50 трав и я сделал это но определенная конечно удовольствие я получил от этого да ну вот есть такое но самый кайф как раз таки заключается в том что ты чё-то прямо закрепляешь такой плотненькая прям тяжелая а потом закрепил и кайфанул прям ну я я понимаю чем речь когда ты вот долго тренинг прямо получил результат когда да именно финальная ачивка скажем так получено а так зрителям наверно тяжело досмотреть как происходит я не знаю правда честно это надо надо ребят из чата моих спрашивать ребят есть дьявол да есть что прыгает сейчас ребят есть кто смотрел 10 часов прыжков чё там как вообще я смотрелся делишь смотрел кайф просто кайф на типа я не все время смотрел я я приходил и болел я помню как ты зарейдил тогда еще это чисто так на месте все на месте на месте кермет на месте и балдеж засыпал под 10 часов прыжков я горит собнулся ради 10 часов прыжков в эту балдеж на кайф так но мужики я предлагаю небольшой перерывчик взять да давайте собьем сейчас собираемся сбегать еще не мы если чатику прям вообще по кайфу давайте болтать больше вопросов чатик давайте в этом вопрос какие-нибудь клевые придумала сейчас мы вы напишите вопросики свои до интересные какие-то кому напишут например может модератор кого-то выбрать ребят кто хоть кто-то хотел бы принять 10 часов вопросов и потом перекинуть задать их в общем если да то но ребят разберетесь все очень смотрите кто у нас ответственно не нравится подход дра сами разберетесь кто-то разбирается так не я ну понятно короче никто не сделал очень ладно ребят смотри давайте так подготавливайте сейчас вопросы какие-то мы отойдем минутах на пять примерно да может быть меньше может быть больше и обязательно посмотрим на ваши вопросы да там житейские какие-то не житейские они всякие рано конечно конечно приличный только приличный дорогие друзья рекламочка сейчас вернемся ну что ж дорогие друзья и мы снова возвращаемся к вам протестим звук звук есть чат чат вы слышите меня чат тебя слышно я весь пиццы обвозюкался пиццы обвозюкался я тоже что bring короче очень громко слышно а я это хорошо это комплимент я хотел тебе сделать может я ору просто не брин миллион лет меринга не пробовал даме ринда к саще норм сейчас мы звучочек чуть подправим интересно все готово готово так дорогие друзья ну что кажется надо выключить звук на телевизоре в этот момент неплохо да я то что два раза андрея слышал с небольшим дела и что было понятно просто мы были сейчас на балконе на не сделал ничего я телек выключил короче а он опять включился да просто на балконе стоит телевизор на котором звук да и сами понимаете казус вышел конечно большим просто да ладно ребят смотрите сейчас я надеюсь что это время не прошло для вас зря как не прошло для нас поэтому да ребят вопросики вопросики которые мы вот сейчас ближайшее время надеемся от вас увидеть я даже вот опять же сейчас смотрите какой план я ожидаю увидеть здесь огромные посты вопросов интересных каких-то застоплю чат у себя как-то или сделаю фотографию или не знаю что нить попробую сделать вот и соответственно что-то интересное мы обязательно будем читать сейчас и спрашивать непосредственно уважаемых гостей потому что все таки это вроде как называется типа с интерактив чекам у нас здесь поэтому да поэтому мы попробуем сейчас дарь юзи вас подключить дача прям житейская такой знаете чего не примотку чего хочется да ладно я с кармиком дружу только потому что он популярность триммер чего ну подожди секундочку чтобы тут тут неправда так секундочку почему неправда все гайз врубая сабскрайберов сейчас мы начинаем с первой чем и почему же кармик все-таки не считаете популярным стримером вот ведь популярность риммер кермет нет подожди вот можно со мной дружит не потому что популярного со мной дружил еще до того но он просто может быть знал что он был популярным то есть ты дружил со мной потому что я был популярным стрима теперь то почему это с тобой дружу потому что забил на стримы в отел сеть на признаваться ну да типа подсосался к варкрафтеру слушай дружай мы с тобой тут варкрафт катали я под сосудский этот популярный у нас так я кстати не знаю популярность я честно тебе башку даже этим не забиваю мне очень на улицу узнают блин меня в тренажер очки один раз узнали да ну может там еще пару раз узнавали на улице был ли ты на каких-то общественных мероприятиях типа игра мир или и что там напротив да редко у тебя не просто вода роты там кольный да уж и кармин мне кажется сейчас все изменится уже особенно в будущем вот имей ввиду посмотри через пару лет реально есть прогноз такой что возможно speedrun и очень наберут популярность вот эта вот вся аудитория у киберспорта уйдет у этой богомерзкой dota мерзотный и придет непосредственно speedrun и потому что это тоже правильно хорошее решение потому что разнообразие очень большое в спидранах огромное да да это как раз причина по которой я и начал этим заниматься то что ну ты не долбишься в одну какую-то хрень а просто постоянно развиваешься на меде долбишься вот эту фразу просто вырезать и накрепить на 10 часов как ты прыгаешь через косяк не ну подожди слушай это разные вещи да нет я понял это другое вы кстати не думали что вот реально в будущем появятся игры которые специально под спидраны созданы они уже есть уже до море вори и но в новой оре уже есть специальные левел на прохождение на скорость типа проходят это уже давно так есть вы так говорите как будто спидранов типы до этого вообще не существу портал вяре будешь спидранить не не смысл так смысл его нормально зато я думаю есть смысл начать задавать пытаться вопросы из чата значит первое это судя по всему такой легенький возможно я не в теме немножечко просто андрей спроси у кармика что за баг с дверью мемас хорошо тогда вопросы про маршрут маршрут я думаю тоже не будем спрашивать маршрут нормальная тема расскажи свой маршрут я могу сразу на два вопроса и маршрут рассказать и про дверь объяснить про дверь мемасы из разбора по half-life у когда там у одной двери есть на левле отрицательное значение урона то есть она тебя дамажит а на самом деле не дамажит а хилит и там люди они от этой двери себе сделают максимальное количество хэп чтобы потом делать бусты у тебя просто не кончал здоровье типа овер максимум может ну да некоторые знать до определенного значения потому что это нечестненько конечно в плане нечестненько знаешь вот тоже как раз таки по спидранам люди делятся на два типа людей которые прям уау баги офигеть а как это сделать если кто-то блин баги отстой говнищего я бы просто лицо бы разломал бы человек который вот этого все нашел вот это кстати я такой мне кажется второй ну лиц это разламывать не желание нет но типа именно вот знаешь как-то хочется смотреть на классику прохождению положено дачи ну типа да скилловые какие-то моменты то есть подожди но ты понимаешь что иногда зачастую баги тяжелее чем вся игра вместе взяты иногда да но фишка в том что давай мы с тобой через два года на эту тему поговорим вот и по когда я подрасту нет вот мы посмотрим просто посмотришь просто всякие спидраны там короче в движухе по повозишься вот через два года чисто когда да да может даже через год давай мне кажется четенько прям зайдет то что но рано или поздно все люди потом игры дать что-то без багов уже не интересно я показывал как раз таки сферический пример в вакууме это fallout new vegas ран с багами и без багов что там происходит с багами в общем чувак ломает все ноги одновременно прям правильно и просто летает по всей карте как самолет снова и понятно вот без багов там просто пустыне прыгает 40 минут нет ну понятно но есть опять же пример разное даже получается из крайности в крайность я скорее про то что вы допустим есть игра где линейно построен какой-то контент условно да и человек его проходит условно где-то босс где-то боссу где-то босс например у них у всех есть определенные сложности а тут значит в спидране например из-за того что есть баг и можно залезть значит на значит какой-то на какую-то пику сесть на нее задницы и ты после этого начинаешь проваливаться в текстуры типа и проходишь просто всех этих трех боссов на раскипаешь контент скажем так вот в этом случае например мне было бы интереснее посмотреть спидран без багов то есть условно как-то таким образом то есть например вот еще пример я сейчас сам начал смотреть спидран игры mount and blade 2 это отдельная скажем так как это градация боли вот но там опять же там нет никаких как бы сказать классификации нет никаких регламентов и так далее там правил типа нет да там как есть так есть но вот опять же и получается то что человек эта игра ну есть представление что за такое мама мы даже все прекрасно вот и там один стример очень популярный я очень много играл с бородой на тебя похож на понял блин это надо будет посмотреть на мил хрукоз наверно понятно надо надо там еще это приписка есть тиви короче не знаю ну ладно понимая таких людей кто все приписки девы с ребятами глупо не делай так я бы не стал естественно что телевизор естественно 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 блять не дурак лишние буквы какие-то нахер она надо мы с ребятами найдем потом этого ладно хорошо а вы мне пожалуйста то расскажите вот в этой игре например там есть же несколько путей развития можно силой например захватить попробовать весь мир а есть какие-то в это вот лазейки знаете скрафтить оружие условно какое-то продать его там есть такой баг если в крафте делаешь наружи некоторые из них продаются за 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 over price это немножко теряется интерес в этом плане вот и опять же смотрите без использования вот этого бага например там нужно будет очень сильно подумать хорошо как все оптимизировать как сделать быстро условно по правилам игры скажем так без таких откровенных эксплойтов ну вот с этим же попроще тогда ты кайфанешь как раз таки от процесса раутинга всего таких игр единственное ты говоришь то что аудитория задушит если бы что-то сделать я из разряда смотри ты можешь в это mountain blade придумать вот как раз таки спидраны тоже та еще вещь где ты можешь как хочешь придумать для себя что-то не обязательно именно правила бене правила вот как хочешь вот как тебе хочется так и пройти например если хочется там вот какие-то вот какую-то там я не знаю есть даже вот вскоре не мастер-шеф процент где просто нужно приготовить какие-то блюда получить ачивку мастера-шефа просто берешь и делаешь это это прикольно то есть и как раз и мне кажется кайфанешь от процесса именно того как ты хочешь конкретно получить какой-то ран и как тебе его достичь аля из разряда что такой раутинг ты знаешь ну я маршрут маршрут да это русское слово то есть ты составляешь свой маршрут заранее пулина а потом всему вышел объяснить пошли но понятно уже вот мы к маршруту вернулись ответили на два вопроса сразу время станет это подсознательная генеральность называется ну да но смотри с другой стороны киберспорт уже на чем основывается и ну отчасти в слове киберспорт я и на тоже задеваю спидраны потому что мы понимание это что гривен просто смысл и спидеры киберспорт это соревнования с кем-то если я например один зашу мотан бет и говорю я сегодня буду проходить эту игру так условно быстро и типа ни с кем не соревнулись это же теряет медленно интерес так я вам и говорю что вот самый интерес был бы если появились игры в которых уже встроенный лэдерборд где ты условно говоря проходишь по спидрану игру я говоря там у тебя час 12 а вот лучше это час 07 прям в игре об самой уже встроена на каждину есть такие дрочильни которые мобильные или сразу пингвинчиком опускать пойнт и тогда не нуля для не поймем с нами к dark souls например это встроить и чтобы твой никнейм был в топе знаешь с венечками карми коала топ 1 знаете это же опять можно сделать условно даже не обязательно вот быть разработчиком игры чтобы добавить уж например в 3 чемпионс ладер варкрафте делом если это официально и у всех вот ты заходишь dark souls и у тебя прям в главном меню типа топ-3 это очень круто но опять же я просто исходя из того что скорее всего если в комьюнити появилась такая идея то до реализации на уровне компании которые делают эти игры это будет примерно никогда да вот поэтому это скорее комьюнити что-то сделать такое но это мне кажется прикольная идея потому что опять же это реально будет интересно пробуждать каким-то играм которым возможно же его нет или ну смотри я просто честно говоря думаю что проблема сейчас в уровне мышления компании потому что они все сейчас пережили перешли на бизнес-модели аля из разряда они посмотрели на мобильный гейминг как они там застригают поляму баксов в сутки и такие так вот это профит на вот это профит на чё тут ледер какой-то кайф для зрителей кайф для людей на хуй сразу то есть типа бизнес-модель нужно они сейчас все мыслят очень шаблонно это кстати как раз тоже мне напомнило фишку недавно зарубу со стримерами марк юбан значит такой марк юбан да нет нет это миллиардер короче американский и со стримерами американскими произошла заруба недавно марка юбана прикольная на тему как раз он говорит то что стриминг это залупа полные стример долбоеба он такой стример такие в плане некоторые из нас горит зарабатывают охуенные там ниндзя там он они до конца дней уже безбедствуют он горит да но модель стриминга типа вы долбоеба вы тратите время своего зря почему ну типа потому что вы стримите там по 12 часов в день там ну как бы вы тратите свое время в пустую бля нет и мы с тобой не согласны марк юбан многим из нас нравится наше дело то что мы стримим короче вот так прям там много так охуенно все классно и мы с тобой не согласны и никто на самом деле стримеры доказали что они долбоебы никто не понял основной посыл типа марк юбана что израза бизнес-модель идеально построенный бизнес это то когда деньги работают на тебя ну по времени они ты на деньги а в стриминге нет ни одной модели которая позволяет тебе это сделать по сути стримеры все долбоебы что тратит время зря с точки зрения бизнеса если мы именно про бизнес смотрим да и как вот как готовая модель до в этом плане стриминг конечно долбоебы нет есть одна только модель единственного единственный вариантов единственно это если ты сможешь нейросеть какую-то обучающего android десептикона посадить за себя но так опять же то что я стремление никак не способствует тому к сожалению да но в этом-то и прикол то есть подожди ты имеешь ввиду я имею ввиду то что нейросеть какой-то обучающий вот как в этом но вы носите нейросеть будет обучаться она будет обучаться без моего участия да но получается ты тогда и нафиг не нужен да так и есть ты уйдешь на на самом деле ты проиграешь андроиду по всем показателям выносливость короче рафлянки я всю жизнь проигрывал кому-то показать ты прикинь у меня была такая мысль прикинь если бы это было возможно поставил какого-нибудь кермита 2 который просто в эры каждый день ставит мировые рекорды по играм ноль ошибок и все скажут нам рофлить не с чего верните кармика удачника вернись такое посадили здесь какую-то стаса посадили который всех наводить а всех андроидов будет знать звать стас и типа они все ебать будут что не поводит новый мировой рекорд по спидрану dark souls 1 час 7 минут 001 микросекунда до вместо 002 микросекунд новый рекорд блин ну это это получается ну кстати я бы смотрел то есть когда выпустили нейросеть ботов в доте и они там играли с кем-то человек бы интересно ну реально прикольно посмотреть но такая есть же тасс как раз почему стас и то есть тасс это тул ассисты спидрана это когда запрограммлена идеально возможные раны сделаешь интересно кстати и это прикольно реально там такие вещи иногда вытворяют что без объяснений иногда не поймешь конечно причем недавно делали как раз видос там зависло все зависло до обновление короче побольше делали делал обзор недавно когда наш как раз таки джентльмен шар если ты не знаешь шар шар да он half-life делал участвовал как раз таки half-life 21 мувиков раннер холл раннер холлайфа и он сделал тул ассисты спидран по боша и он без больше за 22 минуты 22 секунды и там так далее 2222 без одной страдки кекса которую на дрэдхате тогда нашли кекс вот прыжок один только не помню ну короче вам прыгнул ну только только этот прыжок не присутствует а все остальные страдки есть и фишка в том что видос по объяснению того что там делается занял час тридцать а сам ран 22 минуты 22 секунды это причем еще не максимально душно но и поэтому именно контент плана объяснения спидранов заходит людям тут очень важно кстати соблюдать грань вот ту самую потому что очень много душнил которые и допустим я говорю в начале видоса что вот этот баг делается для того для того то нужно получить дамаг там потом я начинаю как-то рофлить на эту тему чуваки которые смотрели не с самого начала начинают меня блять поправлять душить короче решение хуя не разбираюсь ничего не знаю так далее то есть вот эта грань как раз таки между духатурой лютой и фановым разборчиком она очень маленькая потому что это очень тяжело на самом деле держать именно соблюдать потому что и так уже говорят то что под разбор и засыпают то есть но это правда если вообще есть контент под который хочется прям заснуть сто процентов надо посмотреть гайды по спидранам именно прямо вот знаешь аля из разряда часов на десять вот так вот подробненькие хорошечно так чтобы прям ощутить ну понятно то есть там прям все могут объяснить чем пиксель от спрайта отличается чем спрайт от пикселя там ну и так далее спрайт боксы хитбоксы чё хочешь понял интеграции пошли рекламный нас хорошо это спрайт это технология рисования если чё я все равно пикселя есть брать а есть меринда вот эта интеграция хорошо я все хотел на самом деле сказать еще вернуться к теме вот немножко с которой это все начиналось которое это все пошло а вот вы как думаете ребят стримеры все таки и получается что марк вот этот вот крук лунда крюбан да он был прав или нет как вы считаете ну смотри если тебе реально нравится этим заниматься то я считаю что нормально можно заниматься если с точки зрения бизнеса смотреть туда ты тупо вести своё время я думаю он просто выпендривается человек к которому прокнул а стал миллиардером смотрится высока на всех кто работает на обычных работах также стример может смотреть на тех кто работает на заводе а тот и сработает на заводе может смотреть на тех кто там работает в ларьке те кто работают ларьке может также смотреть на тех кто вообще не работает и бомжует не подожди мы говорим сейчас не только кто смотрит а с точки зрения бизнеса именно так смысле 99,9 процентов этого населения этой планеты никогда в бизнес не смогут и стримеры гораздо лучше себя чувствуют чем большая часть населения этой планеты вот марк с как его юбан марк юбан 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 он говорил не спас непосредственно с посылом то что вот как такая скажем бизнес-модель бизнес-модель это отстой потому что вы соответственно работаете вы прилагаете свои усилия на то что в целом да не как бы сказать ну никогда не будет автономным никогда не будет просто приносите деньги то есть как будто он за всю жизнь не будет работать на своем бизнесе и 1 я пойду чилить на яхту вернется через два года а бизнеса нет да не 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 смотри я окей я объясняю есть такое понятие в бизнесе как делегирование полномочий то есть ты делегируешь свою какую-то историю вот открыл компанию там например вот ты электрик короче все короче делаешь электрику вся херня потом блять заказов вот так о заказов ну такой херакс взялся до другого напарника короче вы вдвоем там делаете потом ты выберешь блин что-то бумаг навалилось пойду бумагами заниматься я короче офис на херню делал потом такой что-то нахер открыл там какую-то компанию и вот раз а потом твоему участию один день не не за один конечно же да там как-то развивается и вот потом ты такой сидишь и вот ты уже там директор или вот в жопу там деревья твоим от коммуниции просто нанял кучу народу им платишь денежку и как бы они все делают вот так много очень примеров у меня есть знакомых которые сделали там несколько вот таких вот вещей которые работают и просто контролируешь эту дему по понятное дело что тебе придется что-то делать 0 из разряда там приехать это какие-то ревну и порешать какие-то вопросы документы какие подписать так далее но объем твоего времени затрат будет гораздо меньше чем то когда ты начинал тут кому-то вот ты такой так ребята я вот андрюха дред тиви здорово всем здорово кстати чат чат как это он так это вы про него говорили я прикалывался парня все а теперь на этом канале будет вот и не дамбер сидеть пиццу жрать а я пошел давайте ребят спасибо там с вас сапки как говорится все да вот привет я на самом деле надеюсь что к этому когда-нибудь придет то что нет такого варианта почему как только ты сдричнись отсюда половина людей сразу на самом деле конечно так и будет потому что даже если это мы еще рассматриваем просто твич понимаешь потому что он этот вич это скажем так один из сегментов стриминга всего в общем он большой он возможно даже самый большой да но это не весь стриминг то есть мы доработаем даже в сегменте стриминга и мы маленький канал маленький сегмент этого сегмента ни хера не значит это понятно но на самом деле другое ведь марк к юбан не рассматривал это как знаешь просто-напросто создание имени бренда какого-то стартового капитала подобных вещей вот все таки тоже опять же закончится стрим например например кармик до перестанет стриме скажешь все в пизду мне это так запарил уже эти ваши спидраны на самом деле никогда это не любил я пошел играть в это самое в допустим в предположим да все душа по откроет сразу мы уже подумали надо тут готова уже тут марк был отрича больно от продли удовольствия родные удовольствия блин слушай мне ну этот слоган мы думали на смысле я же твой менеджер поэтому это хорошо это реально хорошо это сильно когда да понимаете уже и имя будет то есть не то не просто какой-то кармик с какой-то смазкой своей а это сам карми коала со смазкой 1 15 кого он нахуй нужен ваш смазка хорошая будет ну да вот так в этом и прикол как раз таки прикол в том что вот один клиент есть есть один клиент так я там хотел оставить чтобы подпросить вопросы а там за подключен да да так вот пока еще тему мы не совсем не зарыли вот с этой точки зрения то что все таки он ты мелоду как готовая бизнес-модель но обижал ничего тут факту что например стример это по большому счету это вот люди которые скажем так большинство не имел ничего с вами начинают стримить появляется аудитория реально люди которые слушают мне кажется вообще самый важный ресурс это люди которые реально просто слушают тебя потому что это в целом мне кажется важно важно имеешь ввиду если чет какую-то рекламу там толкать ну как всегда да да нет я имею ввиду немножко больше этого не только деньги прости нам проплатили скаши ссылочку в описании создается община понимаете комьюнити которая вокруг тебя но даже и без твича присутствует то есть условно кармик если переслание стримить и начнет просто скажет мне это все не нравится я в дать кассам или тик ток люблю и только в тех токе ты будешь что-то писать на свои мысли это же будут на как бы не только то что живет от того момента когда начал стримить и когда закончил она еще потом будет ну мы говорим сейчас вообще разные теме потому что это уже не бизнес это уже какие-то а-ля из разряда как-то бизнес развивать стриминги есть же просто люди которые думают что они как шараут сейчас вот бля подруга стрим и будут там 20 тысяч сабов нихуясь это я что же умею стрелять там в пабли а такие подрубают а потом там ты и твоя мамка только на стриме собственно и вот так два года понимаешь да конечно поэтому тут свои истории так все так держу в курсе нет я не так начинал а у тебя да другое когда было всего три стримера на портале очень легко найти свою лишь когда никто не умеет даже не на стремить я примерно так же наверное я кстати смотрел тебя вот канал на твиче 21 года по моему ты такой ну сейчас не про твич даже а про ты начинал стримить те на гудгейме на гейме 2009 вот на твиче помните зачем 11 канал появился что-то такое вроде но когда твич появился канал появился но я не стремил сначала на твич я несколько лет на твич не шел думал к это несерьезная отсталая платформа короче с какого-то джастина да 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 чем она нужна овни деда значит овнил всех но тут другая тема так вот да да пока мы не зарыли ту же тему и да поэтому как раз таки но опять же ты начинаешь стримить для того чтобы ну по фану то есть это было рофильно круто и задорно но не ради всего остального если именно ради бизнес-модели начинаешь да если ради бизнес-модели то вообще без шансов то есть можно сразу овать и даже не сортовать лучше пойти какой-нибудь шаурмешную открыть и это будет лучше ну наверно сейчас очень многие медиаперсоны в частности блогеры открывают шумер свои как то есть те как бы проще получается что-то брендированное но со своим именем что-то толкать как бы но вот у меня такого нету чтобы я кому-то прям желал толкать у тебя фастфуд явно фастфуд да и не я какой-нибудь порпит который печень тебя разбит рано эти фастфуд просто фастфуд но это мой менеджер да есть в этом фастфуд но блин спидрана все-таки ассоциируется с качеством еще а фастфуд он вряд ли ассоциируется с качеством спортивный фастфуд о по фитнес фастфуд вот это дело вот это дело при тебе протеиновые всякие пикут это пикут из протеиновых всяких я сам спикара надеюсь детственница это прям это сильно протеиновые всякие штуки довольно вкусные на их готовит пипец как геморно ну да нет я кстати я тоже какое-то время протеин ел когда вот именно пертел скажи честно нет у меня с этим нормально все было в принципе мало ел значит мало ел значит может быть но я так знаете чисто потому что условно вместо того чтобы с утра что-то есть дерьмовенькое там или там заказывать что-то там туда-сюда кашки какой-нибудь вались ну кашки вы в идеале конечно когда этого всего нет когда все все впадло просто взял закинулся эту штуку и пошел там на батике прыгать условно блин кто же белок то есть с утра я я иногда вместо других каких-то приемов пищи днем там например когда опять же ты стример стримера между прочим в этом плане очень удобно потому что есть на стриме сами понимаете вот я не хаваю на стриме я отучился это делать я только на кухню подхожу я только на кухне тихо вы а это уже а сколько ты стримишь вот подряд обычно 10 то есть и 10 часов не ешь почему я иду на кухню просто делаю брейки ем спокойно отдыхаю а сколько брейк ты делаешь минут 10-15 10-15 хорошо очень удобно то что этот в это время происходит на на трансляции ничего ну хорошо ничего а сейчас что-то сидит рофлит а на росту это не могут это ул стул вообще лучше спирали могу да а у тебя есть какое-то расписание стримовая чем-то занимаешься я стримлю до тех пор пока не проголодаюсь тогда офф и иду есть блин это удобно кстати ну а раньше подожди когда раньше ел на стриме на стриме я делал голосование как-то типа ну если на стриме выключать микрофон выключать вебку как вообще это делать там и 99 чем-то процентов проголосовала за то чтобы есть включенным микрофоновой включенной вебкой да это классик три человека проголосовали против но это понятно юмор смех веселья но вот а на самом деле вижу в корее например очень популярный контент когда там запихивают пончики все просто жрут что-то сидят почему-то многих возмущает когда стример сидит какие-нибудь пельмешки наворачивает но при этом они спокойно там с мамкой за одним столом сидят и она наворачивает эти самые пельмени точно так же и почему-то они не говорят мама ну что ты делаешь при мне типа пельмени жрешь ну что за есть люди которые просто не очень приятно едят когда согласен развалилась как-то не знаю а кому-то кстати по кайфу как раз корейские вот эти вот истории когда там ты там как раз все прям в говне не понимаю то что я вот чисто поделиться просто у меня есть бзик просто вот самый наверное большой в моей жизни триггер на то что когда-то прям кто-то чавкать прямо на типу ебанский вот как-то да так меня здесь есть проблема когда у микрофона ты жрешь то ты вроде не чавкаешь а потом в записи смотришь яблочко надо покушать яблочко чавкаешь вообще будь здоров у меня прям у меня пошли это самый флешбеки из прошлого я слышу такие чавки которые в жизни меня больше всего раздражали всегда не часто возвращаются поэтому это больная тема пишет это больная тем но вы если интересно конечно это сам блин болтешь не я допустим просто ну еще раз говорю то что я перестал жрать за компом когда поел чечевичный супчик чечевичный супчик вот у меня клавиатура потом была вся в чечевичном супчике она вообще не очищается просто ноль ноль возможности очистить поэтому чечевичный супчик конечно топчик но засрать компик свой драгоценный согласен особенно клавиатурку там ладно стол протер коврик постирал а вот потом выковыривать отсюда из-под клавы казалось бы надо бы на деле это всегда клава просто так и остается уже за соусом за соусом чечевичным супчиком то еще и как-то компотиком залив себе мышку которая слиплась потом для да да классика 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 жанра поэтому я просто пойду на кухне пожрусь и спокойно будет правильно это правильно правильно согласен с этим но к сожалению не могу тоже сказать что я вот такой же я за компом жру всегда потому что у тебя тут нет кухни еще до того как стать стримером я про геймер стволы тренировался и жрал все подряд именно за компом понял что я делаю что-то не так когда у меня в клавиатуре образовался муравейник я так у меня в клавиатуре жили муравьи и наверное я для них был божеством который иногда типа их кормил там чем-нибудь вкусно когда же печенька там прилетит или что сегодня у нас будет интересно бутерброда до большом достаточно расстоянии могут понять соответственно разведчики ночи находят какой-то предметом съестной передают информацию своим и тела как бы выдвигаются с базы то есть тут как бы такая ситуация что они поняли что лучше не выдвигаться сюда лучше здесь базу сделать просто сюда доставлять одишенную supply de post нормально так у нас ладно раз уж мы так сейчас уверенно отвечаем на вопросики из чада тут еще парочка подъехал и нашел значит смотрите вопрос для вопли если не знаете то и не надо значит повод разработки игр если бы вы разработчики были разработчиками то какую грубо сделали не карточную коллекционную я уже пробовал потому что получилось не очень а подожди поподробнее но я с одним товарищем разрабатывал долгое время карточную игру фишечную на блоке кальчиками всяким таким но как мы поняли бюджеты у нас были слегка не те чтобы вообще это как-то закончить поэтому она все заглохла и как бы она бы рано или поздно закончилась но мы бы закончили проект но уже тогда когда он нахрен никому не нужно мы тупо не успевали потому что все реализовать за свой счет очень дорого очень долго спонсорам хрен найдешь спонсоров а у тебя были именно вот идеи по механикам ты хотел и по механикам да и по геймплею и по всякому разному то есть ты видел ты видел хотелось сделать карточную игру в которой не скрытое казино а вполне открытое с весельем блэк джеком и прочим но и какие-то механики для тех кто типа любит подумать что углубиться блин получается что у аббера была мотивация в то самое время и такой ну как разрабатывал да получается не пришла к реализации никто не воспользовался ошибка ошибка ну мы несколько билдов сделали вполне даже уже рабочих но мы просто не с того конца начинали и мы сделали настолько навороченный проект который невозможно закончить своими силами то есть надо было с чего-то маленького начинать выпускать но поскольку у меня довольно много знакомых там стримеров блогеров у нас была аудитория изначально который надо было что-то скормить а мы подошли не с того конца мы хотели сделать проект который типа будет world of warcraft мире коллекционных карточных игр а надо было тавер дефен сделать а я бы вот сделал киберспортивные петры баланс до своим лады рам типа самый крутой пиво вот это реально дело я всегда говорил то что нужно пиздить игры у варкрафта как все идеи конечно как и почему-то там еще такая куча этих игр полгайз это утрпать а утрпать и до полгайз это утрпать если да ну нет да другие механики ну в смысле механики они всякие наворотили но по сути дела это та же идея абсолютно ну не согласен кстати ну ладно на самом деле может это не так важно все чего нет в геймдеве сейчас на текущий момент которых игр никогда не было всегда есть кастомка в варкрафте которые влиятельности это сделал конечно утрпать а я утрпать петры это же идеальная игра я помню играл с каким же превеликим удовольствием я за петра значит все эти тайминги значит пришел значит на медведей с колой вот этой вот самый побил купил броня к тому же по таймингу заканчивается инвал ты продолжай их бить фармить не вероятно ноги как на видосе поставить чтобы время не терять на анимации да 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 и соответственно еще за этого самого за к венчика там же к венчик брендок венчик очень тоже все таймингово все четко можно везде пока пицца прям же прин она и простая и при этом весело и мемный еще даже идеально и подбор по рейтингу сделать самое главное вот нет мне окажется самое главное это сделать рейтинг чтобы писькомерство было какое конечно конечно второе это сделать ладер сука как в варкрафте с иконками со всякими победами и так далее кланы всякие разные вот это реально как раз таки то на что люди как я говорил про бизнес-мышление они все отметают то что не приносит профи сейчас она перековки он обещали ладер сделать где рековки перековки до хотели сделать то есть сейчас еще же не вечер правильно еще сделал еще осталось три с половиной человек которые в нее играют можно успеть это забейте просто ну я же говорю как раз таки проблема в том то что сейчас геймдевы они просто смотрят на бизнес-модели они не смотрят на эту всю историю и это как раз проблема гейминга потому что нахрена делать что-то если у нас есть вон мобильная дрочильня где-то на горшке бля сидишь 3 играешь все очень просто все скорее всего из-за того что банально в принципе вся игровая индустрия пошла вперед соответственно и выросли доходы у них и у этих компаний да в целом я не зачем им что-то делать когда и так деньги идут ты условно на месте там того же габена и 400 людей которые работают валв выпустили steam и вообще не хотите ничего делать абсолютно потому что и так как бы там огромные волны денег постоянно ведут на тебя типа и те же blizzard например которые тоже уже свое время сделали нам легендарные игры какие-то и типа сейчас все это больше покупается сейчас больше каких-то бурон джакции приигровых будем честны из старого blizzard там никого не осталось я слышал одна новость что все бывшие сотрудники blizzard который теперь activision собрались в другой компании все вместе и что-то там мутит там у них штаб кипит короче ну блин они бы мне кажется объявили может быть намерение а там уже было какое-то объявление что-то там было я упустил этот момент потому что я честно говоря уже поймал себя на мысли что лучше не следить за всякими этим новостями не хайпить короче потому что хер знает когда что-то там выйдет вот когда вышла согласен взял купил поиграл кайфанул охрененно не кайфанул ты не ждал в принципе вот два года как работяги которые вот и те в принципе ай пихуй все же вот такая была тенденция нужно сделать игру какую-то выпустить бетку на стиме начать ее продавать и забить на игру нахер до конца дорабатывать зачем балансить зачем ты продал уже были поржет один в один только без стима ну да типа мы обещали лендер год назад ну вот мы мы его сделаем мы его обязательно сделаем знаете печально конечно потому что близок это же такая компания которая прямо на в душе в душе которая всегда делала игры вроде как прям ну которые западали очень дает право сердечко а сейчас что тут этот рефор что мы конечно огорчил я уж прям даже и на diablo 4 то особо не надеюсь честно говоря а там был вопрос в чате про diablo 4 ну на мой то взгляд когда давно просто я чуть вел не сейчас на самом деле я тоже не жду ничего diablo 4 учитывая то что они там показали это как бы тоже самое diablo 3 будет что в принципе неплохо так-то с какой-то стороны но в целом а будь что будет посмотрим ничего не ожидаю не стоит на мой взгляд извините я просто начал немного тут это самое вспомнить что донат еще есть на этом стриме там что-то приносит вопросы пытаюсь оттуда почекать какие-то так и нормально что думаешь про diablo 4 думаю что я не готов по трейлерам и прочим обещаниям хоть что-то судить особенно от близзардов по факту выйдет через три дня будет видно по оценке на метакритике тоже право теперь сколько два дня нельзя рецензировать сейчас у рефорги до оценка кстати на метакритике ну меньше единички вроде но она по-прежнему на последнем месте но блин они а чо они обещали все исправить и до сих пор обещают же такая же провал они отобрали у людей риджин of house вот самый там целая комьюнити было да слушай самый конечно трындец то что они все вообще перекрыли закрыли battle нет все закрыли нате вот вам чуваки вот кланы все пораспустили все вообще просто удалили но это конечно да это это так нет и так нельзя ну ладно зачем нам о плохом говорить в принципе опять же 2020 ты в общем-то ближайшие так сказать до и после года они много игр разных интересных приносят тут в этом плане жалостно нет смысла поэтому прочитаю еще один вопрос еще один вопрос ребят потому что на же все-таки с интерактивом для приятия почему бы не прочитать вопросик от гибрид 1 этот вопрос адресован кармику а я сейчас сейчас найду как новичкам лучше влиться сферу спидранов и взаимодействует ли как-то комьюнити спидранеров между друг другом ну смотрите в лица очень просто берешь берешь короче такой выбираешь игру которая тебе больше всего нравится твою любимую как правило первую это всегда любимая игра какая бы то ни было если это не супер редкий случай а такое тоже бывает когда там вообще ни одного рана нету и комьюнити вообще никакого в игре нету когда просто вот игра и никто ее никогда не бегал такое тоже бывает но это очень редко то чаще зачастую просто заходишь на сайт speedrun.com и там уже есть ресурсы какие-то как правило даже модераторы есть той или иной игры и как правило есть дискорд сервак просто заходишь туда начинаешь говорить его чуваки здорово я там планирую сейчас ранить эту игру вы учете уже какие наработки может уже видел там и так далее поделитесь пожалуйста там или не поделитесь как правило все супер дружелюбно отвечают рассказывают показывают там и гайды всякие даже многие пишут там триллион просто людей вот особенно у например gta комьюнити которая в сити он наверное вспоминает как он в dota начал играть и в этого из чате спрашивают пацаны кто не убил мне подскажут я тут новичок и ему сразу доброжелательная комьюнити все рассказала что они не просто палец самый длинный вы же не поймите без позований мысли да не суть это как раз таки в том что это не доза до чаще всего там люди как правило отзывчивые то есть пока подсказывают показывают все нормально не это приятно на самом деле наверно наверно да я рейтинге в доте что там то же самое что и так те хуя микро что ли еще больше чем вы серьезно тем больше кемтик конечно давай тут на самом деле зависимость просто чем больше рейтинг где тем больше игр ты провел в этой помойке соответственно тем меньше у у тебя уверенная психика поэтому там только хуже там только хуже одних скандалов сколько было с профессиональными игроками которые там конечно крылья всех налево-направо в игре есть да нет это я говорю ну все продукты можно уже не говорить на карте на нахраняется играть доктора не 5 на 5 потому что не это знаешь я имею ввиду вышел просто и командами качаешь рейтинг команды это как наркотик ком да это наркотик потому что все таки эта штука достаточно интересная как ни крути вот опять же если бы я был бы человеком который не знал эту игру не умел бы в нее не наиграл там миллиард игр то наверное было бы интересно там как артефакт один взаимодействует с одним героем против этого с другим там очень много вариативности вот такой вот поэтому это в каком-то смысле тебя подкупает но за счет того что это командная игра и с таким вот созданном комьюнити вокруг нее это же прям я вспомнил я как раз таки из-за того что доты командная игра забил на доту и больше не играл мне никогда не получалось командным играми нет меня просто бесит когда ты зависишь от других людей то есть типа лучше как он там пример варкрафт ничем нравился то что вот вышел раз на раз и гадал за и проверил кто типа кто из вас классный а тут ты вроде как бы и тащил всю игру а хуев ты сосну как и все легко кстати такого не было что вот именно именно поэтому варкрафт старкрафт всегда меня к соло играм именно тянуло где все от меня зависит и квака в том числе тоже кстати очень интересно потому что у меня как-то я тоже играл варкрафт раньше но как только вышла дота мне сразу понравилась она потому что там еще присутствует фактор опять же командные игры за общение это наверное типа если ты я карте хочется в командные игры играть это вот моя история якорь тв общение ему в доте нравится видишь мы выяснили почему он не играет нормально когда мне нравилось доты когда начинал играть там было весело в целом достаточно в лиге легенд с этим неплохо типа если начинаешь сраться то вас всех нахрен перебанивают и все это правильная политика мне кажется а как иначе если очень много токсичных школьников нужно просто рамки мне кажется пороть ремня учитель математики мы пороть пороть надо порой конечно нога до сих пор учитель математики учитель математики как говорил раньше я запомнил просто да да вот так вот так вопросик оберу какой-то да да на самом деле в сабмоде то просто в принципе больше нет у нас особо я миллион вопросов и так видел например про кошек про моих про кошек тоже да я видел как минимум двух в принципе в инстаграм то вы если зайти то это по ощущениям инстаграм кошек да и там только потому что меня требуют от меня требуют инстаграме кошек мне их 66 кошек я сильный независимый да разведенка да не так случайно на самом деле получилось просто там вложил лёху вложил проще вопрос был о том тяжело ли с ними сколько уходит на них примерно в месяц так нет с ними не тяжело примерно то же самое что с одной только говна в 6 раз больше и 6 раз больше еда надо сыпать в гости всегда по коды воняет говном удивительно почему карлик потому что я куда бы ты не приехал везде шутки вы пошли по и около 2000 в месяц они прожитом кому доживешь живешь на 11 то есть они в целом на улице очень даже если бы не была такая возможность видели они эту улицу в гробу они в основном все с улицы подобраны этому на улице ну я четко насрать повидали это типа они там были да им не понравился одну из кошек мы с дачи везли его с его дачи одна с ростова одна с дачи 1 соседнего подъездах плену по половым признакам этого сколько четыре кошки два кота но они все по чиканы и поэтому понял все нормально я сказал четыре кожи заката все да я что-то не с первого раза внимания не обратил блин ну понятно хотя что не надо делать я сортир хочу автоматически и тогда не забирать ну со смывом как у обычных как у нас то же самое только маг мини версия и все как можно забить прикольная штука я еще видел по поводу того видосик что можно приучать кошек и котов к туалету да и можно но только тогда проблема будет в том что пока 6 расходят ты уже обосрешься сам и от задумывался об этом у меня всего один туалет в квартире к либо 2 туалет надо где-то делать в очереди будешь стоять ну давай быстрее кошка да это жизнь и конечно блин ну да да они же причем еще кормы всякие халуют которые ну прям реально так нормально они ну не знают просто пкд ходят прям реально куда он очень маленький да ладно раз в день они ходят ну хз ну а тут скажи ты строгий хозяин то есть у них есть какие-то знаешь какие-то плюшечки скажем так поесть почаще какой-то мокрый пиздатый корм или же вот и типа сухого навалил туда они очень дорогой сухой корм едят и я им вкусняшки всякие покупаю один из котов как бы любят со стола поджрать поэтому говяжья вырезка в его рационе стабильно я понял они баловни но они как бы очень у меня ребята хорошие поэтому мне проблем не доставляют и как бы я их поощряю за это то есть меня в ноль с ними проблем вообще кармик докажет там мимо туалета никто ни разу никто не сходил типа и так далее но у меня в коридоре в приходе просто и ложка по квартире не воняло короче ноль проблем поэтому понять они на самом деле тоже максимально балдежный например куда-нибудь приходишь ладить ложишься там какой диванчик и неч посмотреть у лёхи сразу облепили всего прям прикольно блин наверно это же типа кошачья реабилитация такая они все маленькие меховые друзья из морков выпустил да все сморки на свободе я понял что у нас это вопросиков мало ребят если что-то вдруг есть опять же вопросики потому что опять же мы-то можем общаться бесконечно очевидно но смысл в том чтобы попробовать как-то интегрировать и чат к этому общению и давая вот прямо сейчас смотрю давай поп σ давай вот прям все что есть там так вопрос кармик житейски как очень огромный что ок очень огромный Кор demande очень огромный в район масса плота но не такого же огромных раньше андреева пара общий размер да но видимо про масса потому что он очень видимо не ока он очень огромный набирают ли он массу плотно куша фильма был раньше как андрей я на самом деле каринах это всегда был это я не знаю что это говорит а вопрос типа всегда ли я был такой или такой видимо плотный хотя не знаю блин на чем вопрос то вообще вопрос житейский очень огромный бред на массу короче сейчас тебя наверное вопрос такой тебя сейчас сложно назвать жирным хотя ты много весишь ты плотный ты накачанный сексуальный мужчина ты всегда таким был это генетика или ты что 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 делал с собой блин мне просто вырезаю щитовидку да не на самом деле я не знаю я хз как ответить на этот вопрос я просто хожу в зальчик чисто по кайфичу и все сейчас я секундочку крупный план полукрупный план я просто хожу в зальчик чисто по кайфичу нормально питаюсь и все ну зависит от того чего надо ну да я в принципе так-то уже 7 7 лет считаете получается да то есть я до этого был то в принципе немаленький если чем просто тогда когда я начал стримить именно плюс мне жировитку вырезали то я поднабрал просто типа ну я не тренил особо сильно а сейчас я обратно вернулся как бы треню прикольно по кайфичу стримлю и все вот так получилось понятно ну что ж ну за ты куда вешу сатыгу 77 лет спорта вот он ответ на вопрос так челик еще за на тело тут с вопросиком а что если все игры сделать на деньги дота кс и т.д. например фортнайт 100 рублей за катку деньги забирают топ-10 не чуваки это говнище полное потому что тогда перестанет играть народ который не будет тащить в эту игру будет играть просто тащеры и будет душнилова как с покером сидят просто душниловые в кустах и душат друг друга это будет не игра а говнище существенно есть же куча была куча сайтов где как раз можно играть pvp где в итоге остается три с половиной про геймера потому что остальные как бы рано или поздно деньги заканчиваются или желание да есть проигрывать и все откуда пошел роффл что обер владелец гудгейма я с владельцем гудгейма играл варкрафт на гудгейм собственно говоря и четыре раза подряд выиграл его бой ну кстати это еще встречный вопрос почему перестали играть с майкером в это самое в компьютерные игры там фашечку кстати фашечку это чисто случайность мы не так давно играли мы кстати играли слушай а почему перестали играть фашечку блин да потому что варкрафт сдох наверное поэтому я чё я с кайфом серьезно я играл вот на батлнете даже заходил играл фафа смотрел страдки реплеи качал все это подожди помощь может даже конфузел если бы можно было бы там и да да мы сделали конфу вконтакте где фаршит за детская многоактивности так мне не спрашивать когда буквально твое сообщение было там от меня кса давай соберем фашечку возможно возможно но опять же тут просто мне кажется никто не ответил если бы сделали бы уже рефорж нормальный с ладером и так далее то мне кажется было бы фифа это было вот это самое контрольный пропускной пункт этого всего комьюнити типа и там никто не прошел кекс написал мы сделали да ты сделал кирилл кирилл сделал кстати клёвая конфа красавчик конфа во а почему мы не играем реально гол закатаем да давайте я в конфу напишу собирает подожди точно да андрюх тоже напиши в конце да 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 ребят сейчас как расписано вот значит спроси агара про проект last man standing с sk2 tv как по ощущениям прошло повторили стримеров собрали заставили заниматься тайским боксом а потом турнирчик был типа между стримерами сейчас бы я конечно не пошел потому что очевидно я чуть лучше среднего стримера владея этим делом я занимаюсь что довольно давно уже почти года гермет говорил вот но я прям активно занимаюсь то есть сколько раз в день 6 раз в неделю 6 раз в неделю и блин них и насе слушай насколько у вас интенсивно это от меня вот лично интересно насколько интенсивно тренировки проходят на выносливость но за час практически не отдыхаешь то есть очень интенсивно в принципе практически всегда то есть не скорее не силовые все выносливо силовая выносливость короче фишка в том что если хочешь схуйнуть прям хорошечно то боевуха для этого прям лучше всего подходит а если набрать то боевуха совсем сюда не подходит вот он короче решил на двух стульях усидеть сейчас набрать хоть чуть под поднабрать на боевухе но голы ему как говорится он сейчас жрет как слон сколько сейчас калорий халыш но 4500 или 5000 в день это уже он живет по г.д. блин но я так понял с таким количеством кардио и вообще в принципе да сложно расход очень большой я слышал что я смогу эту передачу где про какого-то чела из студенческой лиги американцев футбола в тех колледже соответственно там это очень все серьезно там потому что дальше идет когда они набирают в профессионалов и студентов забыл как я понял 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 это драфт 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 в этом короче супер серьезно и там просто чел не хватает массы он не может физически набрать он жрет все свободное время на тренировке все решу также передернул на кармика но очень много времени тратится я в чат зачитался просто так хорошо они вот там в чате правильно написали как набрать сидишь и за компом и жрешь но идеально растра того наберешь прям из не это чистейшая правда так ну вообще да мы интересненький проект но не знаю тоже получается проходит ли он сейчас по всем правилам твича потому что я думаю физическое насилие наверное не от это спорт конечно проходит но опять же очень сложно потому что всех надо примерно в равной физической кондиции брать это хотя бы примерно весовых категорий по стримерам еще хрен поймешь типа ну да конечно все таки вопрос классно было давай я тебе брюса нет видимо брюса не знаю вообще нет сезалов так привет танц вопрос кармику что такое широкую на широкую я сейчас все самые лучшие вопросы буду прямо в это самое попадание скажем можно самообразно ну широкую на широкую и как мне с этим микрофоном в туалет сходить очень просто мучку там же есть кнопочка вот тогда никто не услышит туда не так ты можешь просто идти шарик прикольная тема давай прям серьезно сейчас обсуждать и там прям звук водички ладно вы сами захотели но я на всякий случай тебя еще выкручу в ноль как бы чтобы точно нет прикольно серьезно зубодички да это в сетком уже получится на суда совершенно широкую на широкую это я когда сам честно вот соль что перебью я не помню откуда я не знаю что этот мем пошел из разряда где какие-то челы делали что-то по дому что-то вешали там какую-то херню на дом и дед стоял горит ну ты не так делаешь широкую надо вот на широкую делать а я это адаптировал под выставление line-up на какой-нибудь скип например когда ты делаешь камеру там тебе нужно как-то повернуть ноги поставить вот там прям вот ну то есть прицельчик куда-нибудь в угол зафигачить прям широкую на широкую все выворачиваешь и что на все сработал ну сигнатурочка да типа такая тут тут какой-то вопрос судя по всему непосредственно и сердце комьюнити для ранеров потому что я немножко не понял кто это но вопрос кармику есть планы коллаба с известным спидраннером ру комьюнити дистом а здесь точно давай вопрос блин вообще как бы если бы не вся эта коронавирусная движуте мы должны были бы как бы уже день подчеркнуть и заколадить возможно но где сейчас в мексике короче ребят сейчас с коронавирусной движухой вообще ни хера ничего не получится потому что все закрыты как минимум наверное до весны мне так кажется мне кажется до весны это минимум просто я даже на самом деле у меня есть небольшой страх что они откроют какие-нибудь перелеты международные вот эти все эту историю только после глобальной вакцинации это вообще будет просто максимально стрёмная херня еще вакцину нужно найти ну да то есть еще вообще неизвестно когда вакцина будет это раз а два типа глобальная прикинь это же вообще обосраться то есть сейчас как бы девушка диста она в бельгии живет и она должна была из бельгии каким-то раком попасть в мексику они там потусят в мексике две недели потому что закон штатов голосе гласит так то что в штаты никто не может попасть до тех пор пока ну там если не в не находился на территории каких-то важных городов там то есть мексика получается канада две недели хотя бы то есть нужно где-то в мексике или в канаде две недели потусить чтобы в штаты влететь это посылки опустили и здесь какие там обходные сети системы там и так далее это просто охренеешь поэтому сейчас никаких коллабах даже речи и не может конечно было прикольно сделать вообще я тоже закидывал еще ели и действует эти тимар вообще с удовольствием приедет хоть куда угодно алира конь спидран хату сделать или чё-то типа того вот можно будет ничего придумаем ребят так следующий вопрос значит когда бы стоп 9 в героев с кармиком между прочим если мы все три тут героички давайте сделаем непрофессиональное комьюнити героев потому что там-то все понятно у них потерь как мы будем друг с другом играть играть у нас будет турнира свои да свои значит крутым призовыми а у них пускают наши брыжевые это будет респект в первую очередь мы будем играть как в старые добрые времена в зарождении киберспорта за респект да да слушай я помню я турик играл за 100 рублей нормально и я помню самое главное это респект сколько туриков играл в доту в кликнете где далеко не факт что ты уедешь вообще с деньгами оттуда мотивация главное не деньги было ни в коем случае на это правда вот и мы также будет надеюсь так значит андрей спросил у саши какой самый забавный баг в игре его больше всего рассмешил я хер узнаю надо вспоминать но блин я не знаю подожди дай подумаю напоминает ранние выпуски расскажи анекдот шоу на тиви когда еще не профессионалами не были расскажи самый интересный случай из твоей жизни или самый смешной самый интересный я сюда приехал я просто это самое так сказать пытаюсь знаете интерактивить чрезмерно скажем так что я понял это нормально нормально друг хорошо хорошая тема пошла сколько жмет кармик от груди 60 килограмм ребят 60 килограмм отлично 30 раз да я в 60 корме разбросил андер правильно понимаю ну да стоп они там 105 было простить 105 ну 60 килограмм жены да и у еще 45 его вес 35 35 извините есть на уже меньше а это все меньше и сколько времени кстати от на самом деле тоже я где получается сбросила не замену 4 месяца запросить что килограмм четыре месяца он за четыре месяца сбросить тридцатка за три месяца и там по чуть-чуть еще месяц понял многие интересуются стать спрашивали прямо текстами не знали вопрос но как какой именно расписание тебя был как ты что что-то делал много ходила мало ел много ходила мало ел принципе на самом деле все реально очень просто там многие тоже задают вопрос саня как мотивацию найти блин поднять свою жопу в зал там и так далее сходить блин чуваки я короче рассказываю историю сейчас самую охерительную по примеру мотивации вообще в жизни который я видел я пришел в зал на беговую дорожку там бегает женщина где-то лет ну 35-40 она прям огромная то есть она прям полная ребят прям полная пить и я прям чувствую энергию энергетику она прибежит я короче иду уже 40 минут короче для меня час 15 на дорожке типа ок я так и делаю я короче смотрю через 30 минут на дорожку прикольно вообще а прям умирает там на дорожке прямо просто помирает я только через 45 минут смотрю и думаю что ни хера себе посмотрел на ее типа на стройке на беговой дороге а у нее как у меня только скорость чуть меньше у меня как бы ноги выше как бы мне проще ходить а у нее реально и уклон такой же как у меня все остальное такую нихера себе то есть вы как бы чуваки и будете мотивацией ходить в зал вот это вот тетушка которая там в зале херачила я такую нихера себе у меня сразу тоже прилив энергии все и так далее то есть вы есть мотивации вот скажи мне лег у тебя вот когда мотивация когда ты первый результат получил когда ты чувство себя лучше стал насколько у тебя был буст в мотивации ходить в зал еще да не на сколько у меня сразу она была у тебя была другая мотивация не скучно было я ходил потом влился ну на самом деле все правду говорят честно правду говорят что типа надо перетерпеть первые там месяцы потом вольетесь будет нравиться так совсем аксель тоже этот играл дот ничего не делал потом ходить на батуты и типа тоже не могу сказать что сразу прям куда супер линия появилась типа там держи лыжи всякие так далее но потом со временем это комьюнити она образуется и появляется зависимости такая поэтому да 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 тут я конечно с вами соглашусь в этом соглашу процентов видеонаборство кто вообще как только начинает получаться настолько интересно становится что про ну конечно как бы по-красивому с вертухи втащить кому а там вот мне интересно равномерно скажем так тренируются ноги руки или же абсолютно равномерно ну ударный ок а всякие партерные темы удушающие но борцы у них от ног очень много зависит потому что изначально ты знаешь чтобы человека повалить те нужны ноги джиза я дзюдо занимался пять месяцев детстве поэтому я понимаю чем речь сейчас идет нет это именно идеально полноценное развитие включая уши которые страдают и тренируют некоторые борцухи которая голова и все плохо тренируются все уши специально об дверь ломают не слышал такое не ну типа когда уши ушки пельмени такие пельмешки это значит что тип борцуха на зорум уши поломали пельмешка то есть как бы вот сворачивается ухода при переломе уха ухо у тебя сворачивается такой прям в трубочку заворачивается и вот не за некоторые люди которые не особо опытные специально себя дверь короче ухи ломали чтобы выглядеть как борцухи не знал об этом да и не не знал и такое есть такой информации не принесла очень интересный момент так спросил кайдного нравится ли ему то добычу к и не у него если оберут к всем вам будет интересно сейчас да то обязательно отвечает все отвечаю давать а я тоже если отвечу я хочу ответить давай вот один вопрос отвечать все вообще хорошо один вопрос отвечают все поехали спросил кайдного нравится ли ему то как меняется жанр и проге на примере последнего baldur's gate ядрить baldur's gate да я видел сейчас сейчас демка же baldur's gate не демка я не помню как они назвали ну типа типа демки короче в общем нет в принципе нравится потому что я ну честно говоря baldur's gate это они сделали как divinity original sin вот этот вот недавно который выходил эта игра очень прикольно когда ты играешь в соляру но для стрима мне кажется максимально душная история только если вы твои работяги не хотят поспить поспать прям чисто на на стриме но в целом да мне нравится прикольно выглядит красиво анимации классные ты сидишь думаешь читаешь сюжет прикольно мне мне понравилось вот кстати еще один вопрос очень интересного дожди не все ответили да я не играл не знали даже теперь все ответили захотели бы вы на передаче голос и напуганный бывать чего голый на пункт naked and maroon это в общем передача где чел опытный выживальщик доставляется голый соответственно ну и на пункт на остров дорогой да остров какой-нибудь лес чаще подобные вещи и там соответственно выживает хорошо я я просто задам встречный вопрос а нахуя ну смотри ага есть такой вопрос я бы хотел я бы хотел вот небо тоже небо тоже хотелось бы смотри нахуя издалека на челлендж да во первых ты челлендж во вторых мне вот сильно всегда нравилось ну с чем связано с тем что сможет ли ты обеспечить свою жизнь в местах скажем так без безжизненных в диких диких условиях это интересно достаточно в других условиях и безжизненных это разные вещи ну я знаю что дурил просто я этих диких условиях уж нын согласен ну даже что по делу по делу я неправильно сказал поэтому да в диких условиях условиях вот плюс такой момент что все-таки как ни крути удается технологии телефоны компьютеры они же нас извращают они же нас скажем так меняют это природа получается это наши инстинкты это наше нутро ну смотри таких случаев триллион когда в тайге живет какой-нибудь егерь на этой природе но он не живет там никогда один у нее есть собака охуенная охотничья хотя хорошо я перефразирую на остров где ни хуя нету и давай ты из говна и палок хорошо кармик для тебя перефразирую вопрос хотели бы вы на передаче голые и напуганные побывать с охуенной собакой в тайгу с охуенной собакой хоть куда угодно на самом деле а специально обученный когда тебе все хочешь что найдет блять вообще из ну что же собака то только там же много всего интересного есть как огонь разжечь непосредственно просто палочками ну огонь на просто много энергии короче мне кажется лёха меня понимает в этом плане ты вот смотрел же всякие до видосики бир грилл просто забавная история есть бир грилл сам где он там короче о чуваки сейчас будет сейчас будет песчаная буря применили о дверь от тачки кто-то забыл по следующий выпуск такой идет в тайге холодно блять минус тридцать говорит вообще подыхаю о охотники горит лося убили и оставили тушу это вообще невозможно чтобы охотники завалили лося и оставили тушу убил бирогрилл все там по-моему были какие-то даже скандалы что в целом это очень сфабрикованная сценарная тема ну да еще с ним съемочная группа гоняет залатка он такой вот они снимают чисто вот какими-то сценами делают вроде как полноценное выживание но есть много очень человек очень много чего в которые прям полноценно допустим от стаффорд с которым там голый напуганный по моему передачи которые там 60 дней по амазонке что ли шел по диким ли сам дать ему ты в блин ну очень который месяц или больше выживал на острове тоже это очень крутая тема там же не только то что фактически сможет и жрать личинок условно найти себе сколько нужно же психологическое тоже смотри подожди у меня вопрос реально вопрос мне очень интересно вот и на передачу голый напуганный как она выглядит то есть тебе дают какой-то инструктаж и говорят как выживать или ты приезжаешь тебя кидают нахуй в амазонку и говорят типа живи чувак ты сука там в первую ночь сдохнешь я тебе шуток и значит просто на периметре возле тебя тебя скинули в мазонку вот река такого оранжевого цвета как напиток примерно и у тебя в ауе везде крокодилом тебя наплываются и соответственно занавес это первая серия роберт как там заставка который на ю тубе обычно ставят с этой музыкой ты ебучий не помнишь сожалению ну блин попал ладно я поняла чат вы поняли я уверен что сейчас роберт какой-то там вот вопрос роберт бивай да вот это она директа с крокодилами для тебе шуток просто если тебя без подготовки вот тебе андрей кинуть в амазонку без собаки с собакой кстати ты сдохнешь попозже потому что собака сдохнет от тарантула попозже ну понятно а может собака кстати сдриснет и кинет тебя в амазонке с вертолета соответственно вы летите вниз на парашютах и собака приземляется к питону в рот сразу а ты уже вызывай когда ты прилетаешь у тебя нихуя не то учил и коллажно нормально бы того крокодила коллаж я понял да так встречи вопросе какой любим боец у обзора в юфси ну я думаю можно объединить в принципе занято смешное единоборство одно просто так сказать в драчках я не знаю кстати у меня прямо сейчас явного нет раньше был емельяненко конечно как у большинства наверное левка если бы он ушел во время то он бы остался да так не знаю корме я наверное меня любимый именно по стилю корме ты вот говоришь тоже фразу типа если бы ушел во время сейчас же даже майк тайсон уже опять какие-то там со стариком с каким-то забился типа в бокс денежки-то кончаются блин на что жить да я думаю этот не только в день или там и денежки тоже еще и вылую славу вот это уже понятно тут просто если опять же вот на примере я допустим нам 10 лет играл в доту конечно сравнение не из того плана что типа я был невероятно крут нет я сосал член типа 10 лет не в этом дело дело просто в том то что ты только этим занимаешься только это делаешь что ничего другого особо не умеешь те очень сложно как приходить и когда вот воспоминания скажем так доброе туда приходят то конечно я думаю хочется поэтому опять же да поэтому и тут же не думаю федора далеко не давно не уходил долго не уходил подплавлять немножечко донат просто это обновить я думаю немножечко да я думаю на самом деле мы уже скоро будем это самое насколько время за когда нам надо сидим дружание два с половиной часа уже где-то сейчас уже время 10 30 так вот я сейчас на читаю то что у нас еще есть еще в южных республиках уши за деньги ломают левое дороже так как из окна автомобиля видно вот так нормально так говорят что у тебя просто правая роль или халяву на машину покупаешь да и на халяву типа ездишь и так на ту же вид жизнь за так чтобы вы предпочли иметь три ноги или три руки три руки лучше конечно хрена на леве стрелки плюс подожди а три руки две ноги получается так да или три руки и две ноги или две руки и три нами соответственно но три руки данные мне на руки гораздо более юзабельно очевидно да так как говорится можешь двумя руками играть в компик слушай а другой пыль вытирать как ты думаешь в спидране спидранах насколько бы помогал еще одно очень сильно помогал потому что можно забить кучу всяких вещей полезных на отдельные вещи как раз таки рук как правило не хватает почему не используют ноги ну там типа можно же можно педали до забили кстати между прочим это вопрос киберспортсменам это же очень такая будет стабильный кстати вопрос даже далеко ходить не надо на вов арену например вов арене прям там очень много биндов решает как правило все аренчики на мышку вот там куча триллион кнопок на мышке они это используют и там педальки кстати топчик отходит смотрите тут намного проще во первых кроме того что можно одну педаль у тебя две есть и далее также я слышал что есть возможность физически у ног нажимать даже три педали просто выборочно допустим мы ставим четыре педали до 13 получается три таргета просто таргет меняешься на педальки да больно балдеж да так смотри более того у здесь четыре педали две ноги четыре педали бум 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 да да условно и ты можешь их комбинировать левая первая педаль с третьей например вам это один бинт с 4 2 3 еще плюс кнопок 10 да 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 хера но это вопрос киберспортсмен это киберспортсменам вопрос это не к нам мы бы давно сделали если бы надо было ну да было ли желание завести экзотическое домашнее животное какой-нибудь полин экзотическое нет на самом деле у меня нет точно да я как-то хотел чилийскую крысо-белку завести дагу подожди а у тебя какая не чилийская крысо-белка ну так я завел я же хотел кстати две чилийские крысо-белки но одно сажрали разграл код так вот еще хороший вопрос от коллеги стримера флешка спасибо большое николай вам за вопрос если бы ты был десертом то каким медовик наполеон наполеон слушайте ребят оба выборами на вас прям вот серьезно мальч перед тем как тебе не за иллюзивание а ты каким хорошая работа вообще я бы скорее всего тоже бы ответил медовик но давайте если выбирать что наверное третье по счету будет может быть чизкейк чизкейк ну потому что это с учетом того что вы уже медовик и наполеон а какой чизкейк шоколадники возможно шоколадники но я давай просто классический чизкейк хорошо а тут уже все вытекающие это я был бы чистым там но я мог бы разным разнообразным улучшить себя раз видишь как чизкейк просто разнообразный вариант а вот медовик например он блин как то ли он медовик да медовик не подожди он может быть пчелиным медом с этим цветочным медом это разные меды совсем поймаю меды так ну я думаю ребят давайте наверно сейчас остальные вопросы последнего ультра гипер мега давайте для вас ну ладно лучше выберем это просто объяснить вот алексею насчет когда-то тт с лёхой ведь это мем это мем канала просто лёха это соло когда мы играли с ттт было хотя бы что-то интересное на стриме и вот людям хочется чтобы до сих пор верю до сих пор да и тут все нашли невероятно интересным спрашивать когда-то ттт с лёхой когда лёха так близко в общем-то ребят ну это гениально гениально это можно немножко закончить да не подожди давай супер мега гипер ластецкий вопрос для всех прям все ответят хорошо еще вопрос коллега николай прислал следующий вопрос и и так звучит следующим образом если бы ты был насекомым то каким блин а как а что ну а вот если бы я был насекомым вы честно скажу наверное учитывая эволюцию все остальное лучше тараканом быть он и живет хер знает сколько без башки и чё хочешь вообще делает и выживает любых условиях хер раздаешь навозники очень красиво наверное крупные такие ребята ну я думаю какой житейский прям такой душевный вопрос окажется мелким насекомым все-таки лучше был муравьем кстати муравьем мальчиком аналоги она живет рабом вообще на рынке а зачем долго жить зато будет хорошая так сказать насыщенная жизнь ты пробежался до яблока что поклевал его потом тер сдавит и да и все кто-нибудь взял и тебя лук и поджигает да это же склады так вот ребят есть последний последний вопрос вообще просто лучший ребят вообще было давай давай ты прям сперещал какой-то да я прочитал давай а потом я еще у меня там есть еще целуешь пиписку все не давая следующий вопрос это когда с флешкой играем ладно вопрос на котором закругляться вопрос ко всем что очень радует безусловно страдали ли вы прокрастинации и ленью как боролись с этим может есть лайфхаки какие-то это вот серьезный вопрос у нас будет под конец да я читал научные труды о том что прокрастинация это полезно и круто не в даже в каком ключе это как этому полезному слушай в интернете можно найти доказательства чего угодно поэтому если те что-то не нравится просто вбиваешь типа прокрастинация польза взгляд научные трактаты на эту тему нет вопрос от элитного геймера элитный геймер ну да просто важно понимать еще тоже от кого вопрос из какой сферы деятельности потому что видимо лежит такой человек ему впаду с кроватки вставать я думаю это в среднем давай вот возьмем среднестатистического человека у которого есть допустим какая-то работа или основная задача какая-то как заставить себя встать куда чуть сделать я бы сказал сверх нормы потому что скорее всего все выполняют скажем так какую-то жизненную норму постоянно абсолютно хорошо что сделать чтобы мотивировать себя как-то идти дальше как-то вот выходить за рамки своих обязанностей развиваться и так далее психологическая тема допустим ok возьмем тогда по примеру тренировок например вот ты все на пределе думаешь сейчас сдохну нахуй прямо здесь сейчас сдохну и в этот момент психологически представь свою фобию например есть арахнофобия ты боишься паучков представь как на человек который родного тянам она маму например налетает какой-нибудь большой паук а ты как фродо тому с этим вы просто берешь меч и начинаешь упиздить прям какие-нибудь фобии свои побеждать в этот момент представлять прикольно очень ну выброс адреналина прикольная энергия и так далее сразу клуб мне надо помыть посуду срочно какую бы фобию для этого применить но она везде кроме вот раковина с посудой кроме раковины с посудой но это психологически типа как вот адреналинчик стать меня кстати получается лайфхак интересно достаточно сказал как например если она на кулу например боишься я пойду фактически могу вот эту вот энергию страха преображаешь в какую-то пользу для себя в кпд прекрасно прекрасно да нет ну я лично не знаю я супер ленивый на самом деле посудофобия я тоже кстати посудофобия это единственное что и вообще прям для тебя есть посудомоечная машина да она есть для меня она отлично работает это хорошо насчет вот эта профессина цели не супер ленивый прям вообще очень очень сильный вы но ведь как билл гейтс говорил то что он наберет в компанию приоритете ленивых людей потому что ленивые люди только смогут скажем так продумать как сделать какой-то процесс наиболее быстром потому что чтобы не ебаться со всякими автоматизацию процесс ну не совсем всего ленивые люди делают автоматизацию процесс ну да но стараются притеки если возможно ну например возьмем отправку отчетности куда-нибудь в cb например можно ебать мозги а можно батник написать короче со стороны сама все будет криптовать отправлять что хочешь вообще делать да 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 вот об этом так и есть да как правило умные люди они ленивые да и как правило как раз таки мы и имеем сейчас на том пороге находимся ли вот эти диваны все вот это вся эта хуйня машины которые жопу твою возят раньше ты прикиньте нужно было лошадь взять накормить ее сейчас ты правда бензинчик подковать накормить подковать короче там хозяйство вести и тогда лечки там все это вот это вот она умиралась да научить лошадь это же тоже допустим этот фильм боевая лошадь если смотрели там же это же вообще огромная тема научить лошадь что-то делать ну да и ты прикинь а сейчас просто взял сел в тачку поехал или там на самолет и все получается так технология технологии как раз да ленивыми делают так они и придуманы для того чтобы делать все ленивым ну и я думаю так что это такое вудуш готов дать пизды но это мы потом посмотрим видимо будет вызывает кармика на бой я могу звук включить только из сейчас сейчас я включу нам в колоночку шелёв нам надо сделать тогда опять аналог этой штуки со стримерами когда last man standing прикольно тем ты поешь на блин колоночка не я ребят властом на станет нам не пойду колоночка не живой нормально у меня в это самая не могу выдерживать очень интенсивной нагрузки долго можно дыхать у меня какая-то проблема но так мы тебя поставим с кем-нибудь здоровяком чтобы быстро все было ну если так за один вдох то нормально я не против дать ему бой я не против я не против если раньше у него был перевес по весовой то сейчас я его запросто сам поломаю если ведь они позовет на хату и господин артем каратеев устроит нам подобное мероприятие я готов дать ему бой я готов дать кармику пизды так и телефоните я готов попробую ну все все ребят у нас бой на стримхате блин я надеюсь что это было хоть как-то слышно немножко ладно ребят на фоне того что у нас будет бой скоро и нам нужно готовиться не засиживаться долго это во-первых а во-вторых можно набирать надо в душу массу набирать у меня сто килограмм или поэтому по этому поводу нужно заканчивать веселье и переходить я считаю правильное решение заканчивать нужно на коне они под конем да да все верно все верно дорогие друзья и вам желаем заканчивать на коне они под ним спасибо большое что смотрели увидимся завтра друзья всего я от нуля до 10 надо оценить чате да как вам движуха все да да крем всегда оценивают это самое популярное число до 7 надо посмотреть самое популярное число я понял но людям людям нравится это ребят вы потому что пришли и своими эмоциями позитивными и мыслями интересными каким-то по это самое сияли на весь чат ладно мужики а вещь я забайтил на семерке просто легчайше одни семерки но если 7 то все хорошо ладно ребят все спасибо большое что смотрели не смеем вас больше задерживать всем пока только знаю на зарейдить человека вот на блять я не умею никогда заканчивать и прощаться завершать шутки и так далее все что связано завершением странно выходит ты уже обосрал завершение добра поэтому давайте зарейдинг кого-нибудь просто давай здесь может быть кого-то а ну в удуши мне кажется надо зарейдить давайте просто на бой на боя но вы объясните ему что что нахер мы от керми то пришли что у нас будет бой да что бог и принят бой при вызов принят все ребят прикольно кстати будет спасибо что смотрели потом я еще напишу в соцсетях по поводу отзывов по увиденному услышанному и будем дорабатывать додумывать всем будет рубить до тушь пиздишь точно и по лестнице всем пока точно